вот такая классическая ортодоксия, что называется, правоверие, Иуда не понимался как положительный персонаж или просто как инструмент действия. А предательство Иуды воспринималось исключительно как жест его, можно было сказать, доброй, но не доброй воли, свободного воли изъявления. Можно, были такие предположения, скажем так, не находящие поддержки ни в какой, так сказать, контекстуальной интерпретации, в том, что он был во Христе разочарован, и поэтому пошел его и предал, потому что не исполнилось его чаяния восстановления государственности израильской, независимости, то есть свободы от римского гнета, что называется. Но это самое близкое, как мы можем приблизиться. Если Господь делает нас пешками в своей игре, то это полностью отсекает какую бы то ни было свободную волю, на чем, в общем-то, Библия и строится, что Господь призывает человека Адама и Еву творит их по своему подобию, вкладывая в них качественно, в первую очередь, свои черты. И вот основная черта богоподобия – это изъявление свободной воли. Поэтому идея про Иуду как инструмент или то, что ему там было предначертано что-то сделать, она, конечно, сама по себе может быть и интересная в каком-то смысле, но она никогда в таком образе не понималась. Кроме того, сам факт его повешения – это тоже изъявление его свободной воли. Мы говорили в прошлый раз, что Петр покаялся. Причем очень интересная фраза, это, кажется, 34 стих, последней главы Евангелия от Луки, где будет сказано, что Христос по воскресенье являлся Петру. Об этом будет же говориться в 15 главе Деяния от апостолов. Евангелисты об этом в принципе не говорят. Несмотря на то, что буквально накануне, можно сказать, своих страстей человек Иисус, Мессия, подвергается не только преследованием, битью, поношению всяческому от иудейских старейшин, еврейского царя и римского прокуратора, он предается ближайшими своих учеников, причем практически всеми, без исключения. Один его просто продал, другой от него публично отрекся, остальные все разбежались. Только Иоанн Богослов, юноша в то время, конечно, не носивший театр Богослова к тому времени, и его мать, и кто-то из женщин, кто следовал за ними из Галилеи, остаются возле его креста. Он умирает также в полном одиночестве. За его телом приходит Никодим, его тайный ученик. То есть то сообщество, которое мы читаем в Евангелии, оно полностью разбросано. От него пастырь и рассеются овцы. Это ветхозаветное пророчество, которое тоже во Христе исполнилось. Поэтому чисто как конспирологическую теорию, что Иуда там был тоже членом тайного общества и выполнил просто свою функцию, оно само по себе интересно, но с точки зрения контекста и с точки зрения традиционного христианского восприятия оно полностью несостоятельно. В христианской иконографии Христос, Иуда, извините, всегда изображается как сидящий, то есть душа Иуды, такой младенчик с кулечком денег или с мешочком денег, и он сидит, восседает на колене у воцарившегося сатаны в аду. Это такое полуапокалиптическое содержание, полу, что называется, предначертание или уготование его участи, никакой другой интерпретации в христианстве для Иуды просто в принципе нет. Может, если бы он выполнял свою роль, то зачем ему было бы ходить и вешаться, да? То есть я вначале, когда мы говорили Евангелие и в течение нашей беседы неоднократно говорил, что апостолы прекрасно знают и Христос, не апостолы знают столько, сколько Христос, и Иоанн Креститель и прочие знают прекрасно, что происходит. Апостолы не всегда. Но если в такой степени, что Иуде предначертанное это исполнение воли Божией, тогда, почему же он, в принципе, является отрицательным персонажем, он называется и вором, потому что потаскивал из апостольской суммы, он называется, то есть описывается, как он ходил и выторговывал, цену за Христа, за это серебро, которое ему дали. И, в принципе, тут никаких дополнительных поводов для рассуждения просто, в принципе, нет. Интересная вещь, вот мы упомянули с вами про 30 серебряников. Сейчас, извините, одну секундочку. Извините, пожалуйста. Когда мы с вами говорили про 30 серебряников, то на самом деле это тоже может быть иллюстративной формулой, на самом деле, в тексте, потому что за 30 серебряников братья продают Иосиф в Египет. То есть это вот параллель с предательством. И, в принципе, если вся еврейская нация является прообразом спасителя, то есть то самое чрево, из которого произойдет Мессия, спаситель всего израильского народа, еврейского народа, спаситель всего человечества, то Иосиф по плоти является одним из праотцев праведных. Египет, в который евреи уходят добровольно и спасаясь от голодной гибели, становится для них гробницей, в которой они будут порабощены и унижены. Моисей их выведет, законодатель Моисей их выведет из плена, но с самого начала христианской эры Моисей – это прообраз Христа, так же, как Египет прообраз смерти, фараон прообраз сатаны. И Старая Пасха находит свое воплощение в Новой Пасхе, потому что, поэтому, когда мы говорим о том, что Иуда предает Христа за серебро, то есть вот это предательство, продажи души невинной, с одной стороны, это исполнение пророчеств, в котором мы видим в Осипе, во-вторых, совершенно не обязательно, что этих средников было 30. Важно то, за сколько, важно не за сколько он был продан, а за что он был продан, чтобы он просто продан в принципе. То есть это, опять же, такое контекстуальное объяснение, да, и так же, как там дать за поле горшечника и все остальное. Поэтому буквализм, он может быть здесь употреблен, но он совершенно в данной ситуации является необязательным. То есть мы привыкли к тому, что мы говорим, что это 30 серебряников. Мы говорим, что это 30 серебряников, но на самом деле цифра 30, она весьма условна. В прошлый раз я вам обещал что-то показать. В американских школах есть такое задание «Show and tell». Это значит «покажи и расскажи». Вот, ну вот я вам, когда соловья баснями не кормят, я не знаю, насколько вы хорошо увидите, насколько хорошо видно монетку. Видите? Да. С обратной стороны. Видите? Или отсвечивает? Орла видно? Да. Да? Так сказать, приблизьте. Знаете, что это такое? Я всем загадку задаю такую библейскую. Знаете, что это такое? А я говорю, а это 1,30 вашего спасения. Это и есть тот самый серебряник. Ну, я не говорю, что это тот самый, который дали Иуде. К тому же я сказал, что мы непонятно там, что ему дали. Но это под серебряниками подразумевались шекели. Это так называемый храмовый налог. Это примерно день работы раба. Такой очень интенсивный, да, эквивалент. Вот это у меня примерно 36-го года от Рождества Христова. Это так называемый тирский шекель. Когда нам кажется, я говорил в прошлый раз, что история от нас очень далеко отдалена, да, далеко отдалена, что события, они покрыты какой-то пеленой, и вот там вот какие-то крючки, сети. Мы в прошлый раз с вами говорили об игральных костях и прочее. Вот она история в руках буквально. Он, конечно, запечатанный в пластике, но можно Show & Tell продолжить и что-то взять в руки. Вот это, но она совсем темная, ее не видно, но на ней изображения почти что нет. Это лепта вдовицы, которую она бросила в храмовое собрание, положила на тарелку в церкви, которую бросила в коробочку для сбора приношений в церковь. Вот на две таких там, или на монетку, на две можно было купить пол лепешки и, так сказать, немножко позавтракать или еще, что единственное свое пропитание. Она медная, совершенно такого безобразного, безвидного вида, с плохим оттиском. Ну, все это можно увидеть на интернете, но вот эта вот история, к которой ты прикасаешься на самом деле. Это бронзовая прута во времен Понтия Пилат. Это 29-30 год монета. Вот, и сейчас все сразу начнут думать, говорить, ух ты, батюшка-то у нас плачется, что бедная сам-то. Ишь, сколько у него антиквариата. На самом деле все это, в принципе, доступно. И до смены курса в недавние времена было доступно даже для дорогих россиян, по крайней мере, проживающих в столицах. Вот, так что история совсем не так далека. И я говорил в прошлом раз, что некоторые приходы здесь даже имеют свои маленькие музейчики, особенно протестантские, со всякими лампадками, крючками, игральными костями и прочими интересными делами. На самом деле становится немножечко не по себе. И я в Страстную Пятницу, даже не Страстную Пятницу, а Страстной Четверг, собственно, церковный день начинается с вечера, читаются Страстные Евангелия, 12 Евангелий, сообразные страстям Христовым, да, Матфея, Марка, Луки и Анна. В центре вместо иконы стоит крест, священник читает Евангелие в задней части храма. Вот я вышел и говорю, ну вот, говорю, все слезы, слезы до страдания, позвольте вам рассказать анекдот. Я посмотрел, говорит, как это анекдот рассказать. Я говорю, ну знаете, вот, говорят, что... В общем, я расскажу не про лорда Байрона и английскую королеву, а вот там один человек говорил, что каждого из нас можно купить. Вот, а проходящий мимо человек сказал, говорит, что ты имеешь в виду, нас всех можно купить? Говорит, ну вот я наставил на том, что можно купить, да? Говорит, а сколько бы ты дал за меня? Говорит, ну примерно там 10 рублей. Говорит, ну а почему уж так мало? Говорит, ну вот видишь, ты уже торгуешься. Ну и все как-то так хмыкнули. Вроде как Страстная Пятница, нехорошо. А я говорю, а вот это то, за что вас купили? Вот это то, за что вас купили? Вот если вот этот евангельский сюжет, это же образ, это же метафора. Мы с вами говорили, что Евангелие, как и сама Библия, это реальность, которая, или правда, которая реальность и правду превосходит. То есть это не просто рассказ, призванный в вас вызывать какие-то определенные эмоции. Это история жизни каждого из нас. Именно с такой целью, это все и пишется, именно с такой целью, на книге, которая не имеет одного единственного универсального, не имеет одной универсальной интерпретации, строится все учение. Ну вот, говорю, одна тридцатая нашей жизни из каждого. Конечно, не ленинская кепка, но все равно очень интересно, правда? Вот, так что, ладно, продолжим. Мы застряли в прошлый раз на последних стихах 23 главы о том, что Христос погребается, его кладут во гробе. И сегодня, сегодня я хотел вам кое-что рассказать. Я, к сожалению, из-за того, что у меня один-другой компьютер, все, естественно, делалось в последние минуты, не успел сделать все. Но я постараюсь сейчас сделать что-то не совсем обычное. Отлично. Сейчас я вместе с вами экспериментирую. Мы все, знаете, как в космическом полете с вами находимся. и вместе, и все как-то... Ага. Вот так. Сейчас. Прошу прощения. Вот. Кажется, мы где надо. Вы видите мою картинку или не видите? Видимо. Видите? О, отлично, сработало. Я так радуюсь просто, как ребенок. Что я... Да, все видно. ...техники. Ага, спасибо. Вот это и есть те самые асуари, в которые складывали кости евреи по погребению после того, как тело полностью разлагалось. Конечно, это асуари, найденные в разных раскопках эти коробочки и просто принесенные в одно место. Но, в принципе, в семейных захоронениях могло быть много полок с подобными костями. Это указывало на определенное состояние материальное, благополучное у семьи почившего. То есть, была возможность нанять человека, который бы очистил кости от плоти и сложил бы их в подобные коробочки. В принципе же, гробницы... Вот здесь вот мы видим два камня. Эти камни – это так называемые камни помазания. Евангельский текст говорит нам, что женщины, когда они шли ко гробу, они хотели выполнить согласное закону тому, что они не смогли выполнить, не смогли выполнить, когда Христа хоронили в... когда Христа приготавливали в спешке перед праздником для похоронения. Какого размера эти коробочки? Они длины в размер берцовой кости. То есть, туда скелет... Вот влезает самая длинная кость максимальная. Ну, сколько она там? Может быть, до полуметра самая большая коробка, какие-то ящички поменьше. Просто кости туда аккуратно укладывались. Туда же клался череп, и сверху закрывалась обычно треугольной... Сверху закрывалась обычно треугольной крышкой. Где-то эти крышки были плоские. Где-то кости разваливались, в принципе. Получалась такая труха костяная. Потому что череп самый плотный. Очень часто в этих коробочках ты видишь череп и такой вот разнобой костный. Вот некоторые из них побольше, некоторые из них поменьше. Но бывали общие суари. Многие погребальные камеры делились на две части. И в полу первого отделения захоронения было общее суари. Это просто все кости складывались, в принципе. Я покажу вам несколько фотографий, будет немножко более понятно. Но вот дальше мы видим камень помазания. Такие примеры, в принципе, в Израиле есть. Известные мне, вот этот в Хевроне, располагающий на русском участке, просто из общей массы высечены две камни. Вот что-то как-то не по порядку фотографии идут, но в связи с переносом что-то они запрыгали у меня. Что прошу меня простить. В общем, на камень клали тело. Опять же, мы не забываем про нечистоту, которая ассоциировалась с мертвой плотью. Тело обмывали, вымощали благовониями, завертывали в саван. Саван был открытый кусок материи, очень длинный, вроде как туринская плащаница. Но подобные виды захоронений хорошо известны из археологических раскопок. Длинный кусок материи, шириной не более двух метров, наверное, уже обычно по ткацкому станку, но очень длинный. Человек клался с одного края, и вторая часть просто как бы накрывала его сверху. То есть он был как бы, как такой немножко, как бутербродик что ли. Прошу прощения за такое сравнение. Сверху завязывались маленькими веревочками, и тело клалось либо в высеченную нишу, либо на полку. Вот в представленном здесь захоронении, это вариант того, как могла выглядеть могила Христа. То есть мы в левой части видим небольшую полку с завернутым в саван человеком. видим круглый камень и две женщины, может, приходящие с благовониями или еще что-то, если это намек на историю именно евангельскую. Но не исключено, что камень мог быть и в первом отделении, и в первой части вот этой вот погребальной камеры. Это гроб богатого человека, индивидуальное захоронение. Вот как это выглядит. Не это, а какой-то один из возможных, одна из возможных гробниц на территории Израиля, относящаясь к первому веку. Их было найдено несколько, сходных. На самом деле, мы видим эти круглые камни, они делались исключительно для удобства, чтобы их можно было с минимальными усилиями. Усилия требовались, естественно, сильные силы, мужская, почему мироносицы и смущаются в себе, кто отвалит им камень от гроба. Но, тем не менее, вот здесь мы видим этот уже отваленный камень. Или очень богатая гробница с таким сложенным из камней входом, очень хорошо обработанный камень. И тоже несколько ступенек, ведущих вниз. Это, наверное, больше соответствует тому типу могилы, в которой лежал Христос. Те, что я вам показывал, они все достаточно однотипны, но, судя по описанию, потому что скажут, что апостолы заглядывали вниз, как бы в эту камеру, где лежало тело, и описывается то, что они там видели. Вот такая как бы пробка каменная, которая закрывала вход в большую пещеру, пещера натурального происхождения, имеющая таких нескольких отделений, и вдоль стен там выбиты ниши, на которые тело могло быть просто положено. Да, то есть вот этот вот камень, он вытаскивался и потом, очевидно, вставлялся, чтобы уберечь села от поедания всякими дикими животными и прочее. То есть в древности еврейские могилы относительно простых людей, или там ни царские, ни грабили, потому что в отличие от, скажем, Египта, там Греции, Рима, каких-то погребальных специальных украшений или что-то, чтобы сопровождало почившего в загробный мир, не было, потому что у большинства даже не было представления о загробном мире. Да, там могли быть какие-то лампадки, там могли быть какие-то сосуды от тех самых умощений и прочее, но никаких там сокровищ найти было просто в принципе невозможно, чего там сверх такого ценного. Вот, ну, тоже один из вариантов. И немножко отпрыгивая назад, фотография не самого большого масштаба, но вот вы видите те самые два камня помазания и вход в гробницу. Таких гробниц на территории комплекса довольно много. Кладбище, может быть, не совсем соответствует евангельскому описанию, но просто чтобы иметь общее представление. Фотографии немножечко вытянуты в длину. На самом деле расстояние между входом в гробницу и камнем помазания, ну, наверное, метра три-четыре, не больше. Тут уж кажется какое-то огромное расстояние на самом деле. Опять же, все это было нечисто, и поэтому все это должно было бы, так сказать, сконцентрировано в одном месте. Вот это очень богатая еврейская традиционная гробница, такая семейная, общественная. И вы видите здесь такие ниши, выдолбленные в стенах. Это более типично или более распространено среди людей более простых, как захоронение, как семейное захоронение, когда просто в пещере, либо высеченной, искусственно, либо натуральной в стенах делали все эти ниши в длину человеческого тела, в нишу тело закладывалось, и был маленький индивидуальный камень, который бы закрывал вход. Этих ниш могло быть много. На самом деле, вот здесь мы видим так называемую гробницу Иосифа и Никодима. Был спор о том, где похоронен Христос. Традиционное место Голгофа, традиционное место захоронения спасителя многими протестантами в течение долгого времени отвергалось как неистинное, потому что, согласно всем историческим исследованиям, естественно, должно было место распятия и погребения находиться вне стен города. Сейчас же храм Воскресения находится прямо посередине города. Поэтому в XIX веке английский генерал Гордон в окрестностях Иерусалима нашел альтернативное место, которое, по его мнению, соответствовало и в английском описании. Конечно, сейчас эта история была полностью отменена с развитием археологической науки. Мы знаем, что так называемая могила Гордона никаким образом историческим данным не соответствует. И все паломнические данные и прочее указывают на то, что могила Христа находилась в том месте, где стоит храм Воскресения. И нахождение храма в центре города неудивительно, потому что география самого города менялась. И теперешние стены – это стены XVI века. Во времена Христа как сама Голгофа, так и кладбище, которое располагалось прямо перед Голгофой. Это был карьер, брали камень для строительства города с различными искусственными пещерами, где этот камень долбили. И потом просто натуральное место, где бы хоронили вне стен города. Часть скалы, которую использовали для стройки, она оставалась, как бы нависала над карьером. И на этой скале распинали, потому что она была хорошо видна от выезда через Явские ворота в то время. То есть еврейский город первого века, он не включал в себя ни Голгофу, ни кладбище. Но никаких данных, кроме паломнических, о том, что место захоронения Христа находится именно в храме, не было. То есть не было никакого исторического подтверждения. Только в начале 20 века, в начале 20 века при стройке совершенно случайно обнаруживается семейное захоронение. Я не могу вам сказать, были ли там найдены кости или нет. Скорее всего, все было вынуто во время стройки. Сам храм Воскресения неоднократно перестраивался. И то, что можно увидеть сейчас в Иерусалиме, это храм, начатый при Константине Мономахе и законченный при Крестоносцах. Это не базилика Воскресения, которую строила императрица Елена в IV веке. Этот храм был намного больше. Но в любом случае, география всей местности была поменена. И внутрь храма вошла как сама Голгофа, так и часть кладбища. Видимо, была очищена площадка. По какому принципу они выяснили, в какой именно гробнице был похоронен Христос, сейчас сказать невозможно. Возможно, там были какие-то граффити или какие-то паломнические приношения или еще что-то. Но факт нахождения на территории храма других могил является лучшим подтверждением того, что действительно традиция соответствует традиция почитания этого места как место захоронения в I веке за пределами городской черты. И тут мы увидим то, что называется гробницей Никодима Иосифа Римофейского. Типичная гробница I века семейная. Вы видите, здесь два отверстия довольно высоких, но узких. в длину где-то около двух метров, где-то метр восемьдесят до двух метров. В глубину точнее, да. Высоту примерно, наверное, сантиметров шестьдесят-семьдесят. И отверстий было по крайней мере восемь штук. Тут вот основная пещера. Выемка в полу – это вот тот самый асуарий для общего сбора костей. Не очень четко видно на фотографии, но края входа в эти маленькие ниши сбиты. То есть, чтобы каждую нишу можно было загородить небольшим камешком. Здесь мы видим часть алтарной апсиды, которая разрушила пещеру с этими захоронениями. И с правой стороны мы не видим, там заложены такие же ниши. То есть, ниш было всех вместе восемь штук. Здесь их не видно. Вот шесть хорошо видны. Еще две были уничтожены. Вот опять же, тела клались. ожидалось, если это не была какой-то эпидемия, естественно, в то время, когда умирал скажем, тот же самый девятый человек. Первого вытаскивали, очищали всю нечистоту с костей и складывали. В данном случае вот в один общий асуарий, который сейчас находится под ногами паломников. Но тут вот еще раз эта самая гробница, да? Вот такой вот небольшой визуальный ряд. Возвращаемся обратно. Это такая небольшая интересная зарисовка, да? Я как-то осваиваюсь. Я думаю, что со временем у нас будут такие более... Тело тогда уже должно было разложиться, чтобы кости отдельно складывали. Да-да, конечно. Вопрос был... Да. И практически разлагалось. В древности, в принципе, были известны, как в Риме, например, кололи известь для ускорения процесса разложения. Потому что вместе с разложением уходил и запах, и все остальное. То есть процесс гниения, он не оказывался настолько губительным, если это было общее кладбище. Ну и в то же время не было уж такой откровенной спешки для того, чтобы похоронить следующего. Но на всякий случай место всегда нужно было иметь при себе. Очень интересно в этом отношении, довольно жутковато, но интересно место погребения на Синайском монастыре, где кладбище и асуарий находятся в домике, буквально в домике, разделенном на две комнаты. В дальней части комнаты кладбище. Комната с буквально песчаным потолком, где очень примерно обозначены там сколько-то 8-10 могил. Они тоже, видимо, ведут какой-то список, когда, где кто был похоронен. И когда кладбище полностью заполняется, наиболее старшее захоронение освобождают от почившего, туда кладут вновь умершего, а почившего, как правило, не разложившегося в мумифицированном виде, складывают в первую комнату, через которую ты проходишь, чтобы смотреть на это кладбище, за решетку. И с правой стороны тела, высотой там под 3 метра, бесконечные, с торчащими руками, ногами из этой кучки. А с левой стороны бесконечное количество черепов. Когда ты заходишь вечером в свете фонарика, это вот все высвечивается. Это, конечно, такое ощущение не для слабонервных. Действительно, остается только надеяться на воскресенье, чтобы хотя бы хоть как-то утешиться, потому что зрелище довольно, я бы сказал, такое безнадежное на самом деле. Но с точки зрения православного благочестия это считается, наоборот, святые телесада, те самые мощи и все остальное, останки вот этих людей, монахов, которые провели в молитве и там в трудах Синаем. Монастыре Святой Екатерины или Преображение всю свою жизнь. Но смерть была гораздо ближе, и отношение к ним было гораздо более естественное. То есть до совсем недавнего времени это та подруга, которая ходила со всеми за руку, хочешь ты того или не хочешь. В наши времена это воспринимается гораздо более жутко. То есть не то, чтобы смерть не была трагедией тогда, но в те времена смерть присутствовала просто в принципе везде и во всем. и пребыванием в такой состоянии неестественности страха и трагедии и прочее было надеждой на исцеление, надежды. Основные молитвы это о чем, чтобы поправиться в каком-то благополучии, чтобы можно было не допустить болезни, чтобы можно было купить достаточно еды. эталон женской красоты это сейчас точеные девицы считаются желаемым. В те времена женщина должна быть такой ух, чтобы в родах не помереть. потому что тут не до красоты. То есть если в теле, значит с тобой все в порядке, уже хорошо. Это на самом деле не анекдоты, не смешно, это вот такая повседневная на самом деле реальность. Я уж прошу прощения, я тут немножечко как-то в сторону растекаюсь, но если посмотреть книгу Бытия, когда Авраам посылает своего слугу, он выбрал Исааку, сыну своему, жену, он посылает ее к своему роду в Харам, и слуга пользуется большим авторитетом Авраама, Авраам делает его участником завета. Он в буквальном смысле берет его руку и кладет себе на причинное место, к тому времени уже обрезанное, то есть надежду на жизнь вечную в буквальном смысле и заставляет, чтобы он ему поклялся на его собственном причинном месте, что он сделает все, чтобы привести его сыну достойную жену. Тут нет никакого эротизма или гомоэротизма, это вот действительно такое очень архаичное представление о надежде на жизнь в прямом смысле, да, это вот употребление фаллического символа в библейском контексте, причем не из глины сделанном, а буквально в физиологическом применении. Этот слуга идет, и он приходит там с караваном, с подарками, с верблюдами, там еще что-то, расстояние безрядное, и он приходит к колодцу, у колодца молодая барышня предлагает, видя, что пришел странник, гостеприимство, какое женщина может пригласить гостеприимство, она же не хозяйка, не может пригласить в дом, вот она говорит, не хочет ли мой мастер, не хочет ли мой господин попить, и она достает ему из колодца воды и поить не только его, но и его верблюдов. Можно себе представлять, какая женщина должна быть, чтобы начерпать воды для всех этих верблюдов. Он говорит, о, если она заботится так о хозяйстве и понимает вообще толк, и вообще, что надо, сходу, так сказать, въезжает, так это же какая хорошая хозяйка, введев дом отца своего будем свататься. Да, то есть вот такая вот контекст, не то, что там, ты какая красавица, там красавица пошла, да, там все заглядываются, такая, чтобы всех верблюдов напоить могла, такая родит тоже, ну, то есть библейский подход к миру вещей, он, безусловно, очень сильно отличается от того, что мы от этой вот отсуждения, от оценочной категории дня сегодняшнего. Вот, тем не менее, мы возвращаемся к повествованию евангельскому, вот, они смотрели на гроб, куда его положили, кладется в гробу Иосифа, не в своем гробу, и, возвратившись, приготовили благовоние масти, и в субботу остались в покое по заповеди. В шествии субботы мы следуем традиционной хронологии, четверг, пятница, суббота есть и самые три дня, то есть, как бы в первый день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, вместе с ними некоторые другие. Четыре евангелиста, как бы, они добавляют, сколько человек там пришло к гробу, но это были женщины, но тоже такой очень интересный аспект, что на самом деле христианство, первое из таких формальных религий или первое из движений, если мы можем сказать, в таких социально-экономических категориях, которые ставят женщину наравне с мужчиной, чего в Риме, в принципе, было неизвестно, то есть, очень много в Евангелии, в Деньях апостолов, в Писании апостолов, женщин, которые принимали очень активную роль в жизни христианской церкви, да, апостол Павел скажет, женщина в церкви да молчит в плане проповеди, да, как было сообразно римском обществе, но тем не менее они распоряжались, они ставились в пример и прочее, то есть, это уже прогресс, то есть, когда тычут в Евангелие или тычут в Библию и говорят, вот видите, здесь фундамент неравенства полов, на самом деле это не так, потому что нужно смотреть сообразно с контекстом, христианство придает достоинство женщине, если мы возьмем культурно-социальные реалии того времени, то в принципе это очень большой прогресс, в принципе, так же, когда мы говорим о человеческом достоинстве рабов и прочих, хотя Евангелие не производит социальной революции, оно далеко от этого, тем не менее, тем не менее, все строится в совершенно других принципах, но нашли камень отваленным от гроба и войдя не нашли тело Господа Иисуса, когда же они не удумевали о всем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих, когда они были в страхе, наклонили лица своих к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми, его нет здесь, он воскрес, вспомните, как он говорил вам, когда еще был в Галилее, сказывая, что сыну человеческому он длежит быть преданным в руки человеков-грешников, убит распятую и в третий день воскреснути, воскреснути, и вспомнили они слова его, возвратившиеся в гроба, взвестили все одиннадцати и всем прочим. Вот тут, в общем-то, все, что мы знаем о воскресении, когда воскрес Христос, как воскрес Христос, не знаем ничего. На самом деле, камень, отваленный от гроба, в контексте его появлений и исчезаний, вещь бессмысленная, если не брать во внимание, что это делается для убеждения свидетелей, которые приходят ко гробу, что в гробе ничего нет. свидетельство воскресения, это как расследование таким вот следовательским местом по уликам реконструкции образа того, что же происходит. И то, что происходит необычно, евангелисты употребляют какой оборот? Они употребляют ангелов. Мы же с вами неоднократно говорили, что в контексте библейском ангел и Бог, ангел как вестник воли Божией, как вестник откровения Божия. Ангел и Бог представляют в контексте какого-то либо обсуждения, сообщения чего-то, либо одно и то же. Речь идет о том, что происходит какое-то совершенное чудо. Лука, любитель закона, очень детальный человек, говорит о двух ангелах. Вот у него два человека идут по дороге в Маус, там с двумя ангелами встречаются те женщины у грубо. Они призывают их посмотреть, если вот этих женщин мироносец, исполнить то, вера, которая побуждает их к любви к умершему учителю. Ведь когда Христос умирает, это мы знаем, что Он воскреснет. Это наша вера идет от надежды нашей на воскресение. Но ни апостолов, ни уже мироносеца такой веры или убежденности в этом не было. Христос этому всему учил, но они приходят к гробу и сделают что? Посмотреть, воскресли Он? Нет. Они приходят к гробу, чтобы исполнить закон любви над умершим учителем. Вот они ходили, ходили, ходили за ним, вот Он им обещал, 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 а Он взял и умер. И вся надежда рухнула. Надежды нет. Они не приходят к гробу с надеждой, они приходят к гробу по зову любви, по зову сердца. И вообще на самом деле здесь такой же динамизм. Не мужчины приходят исполнить то, что обязаны, а женщины более эмоциональные. Мужики сидят, их подвели. Реально. Прошу прощения за грубое слово. Облом такой случился. Сидят, чешут затылок. Все вместе собрались, то есть их раскидало. Они где-то там собрались в какой-то горнице в каком-то книге. Но это женщины пошли. Женщины любили много. Вот это вот тоже будет, что тебе воздастся много, потому что ты любила много. Вот это вот преданность. Но чисто по-человечески преданность не тому, чему Христос учил, а преданность исключительно человеческая. Преданность любви. Но и эту любовь Господь вменяет им в веру и напоминает, вы же все это знали, зачем вы его ищете. То есть это не упрек на самом деле, а им первым провозносится вот это благовестие о его воскресении. И вспомнили слова, затешиваясь от груба, завестили все 11 и всем прочим. в другом Евангелии там они не сказали, потому что решат, что они были безумными, постеснялись, в общем, так и восприняли, когда Мария Магдалина и Анна, мать Марии Иакова и другие с ними, которые сказали всем апостолам и показали всем словах пустыми и не поверили им. Ну что там теткам верить? Все там что-то мерещится на самом деле. То есть мы видим совершенно жуткий контекст полного отступления и непонимания происходящего. То есть когда мы говорим, что всем все очевидно, никому ничего не очевидно и сомнений вот в этом воскресении как в чем-то невозможном, ведь они же знакомы со священным писанием. Там же тоже говорится о воскресении. Они везли Лазаря воскресшего, они видели эту дочку воскресшую, они видели этого сына вдовы из Наина воскресшую. Но это все чудеса, которые делает человек Иисус путем присутствия в нем Духа Божия. Этого всего недостаточно, чтобы они поверили тому, что он говорил о себе. Они его видели мертвым. Это очень по-человечески соответствует их опыту. То есть нужно, чтобы его кто-то воскресил. Библия использует текст, которого Бог воскресил от мертвых. Иисус, у которого Бог от... То есть такой кажущийся конфликт текста. Сам ли он воскрес, или Бог его воскресил, или еще что-то. Но это не соответствует их опыту. Пророк может что-то сделать, но когда пророк умирает сам, кто встанет на его место, и кто воздвигнет опять пророка? То есть опять же, когда я упоминал, что Евангелие это не книга чудес, не книга чудес, вот вам пожалуйста свидетельство. Мы читали, прочитали с вами 23 главы, которые наполнены чудесами, казалось бы. Но в самый чудесный момент человек в принципе в самое основное чудо к чему как бы сказать текст и готовит, оказывается не способен поверить. Отказывается не способен поверить. То есть слова условно говоря недостаточно, но они не видят, они не являются свидетелем воскресения. Они являются свидетельствами чего? Они являются свидетелями обещания. И если вера спасает, то что им демонстрируется? Пустая гробница. А если они вместе со спасителем, соответственно это обещание для них самих. Ведь Христа кладут не в его гробу, а в чьем-то. Никодима или там, или Иосиф из Римафии, или еще он берет этот гроб взаймы. И вот тут автор Евангелия, не автор, сколько, через писателя, автор Евангелия, Дух Святой, сам Бог, пытается донести до нас что? Вот тот самый предмет основной проповеди, основной веры христианской церкви и всего христианства, что это наш гроб, который является пустым, что это у нас Христос берет гроб взаймы, что в нашу жизнь он входит, с нами он ее разделяет, с нами он умирает и нас он восстанавливает. Вот это вот очень важный момент, потому что когда история героя заканчивается, от него либо не остается ничего, кроме воспоминания, либо он предмет подражания, но подражания совершенно особенного подражания в действии во всем. С этого момента начинается его отход к концу служения, то есть он как бы потихонечку, потихонечку, потихонечку исчезает, то, что по-английски называется фейдет, растворяется в воздухе, вводя на первые роли действующих персонажей, которые его окружали, чтобы они действовали, чтобы в них была жизнь и через них была жизнь. вот это вот построение этого нарратива, это не биография как таковая. Когда мы с вами начинали говорить, что Евангелие это история героя, только не абстрактного придуманного, а это попытка донести историю спасения, пересказанную в такой полубиографической форме, в общем-то мы не погрешаем, просто с одной стороны мы не знаем, мы не можем подтвердить ни так, ни иначе, то есть можно сказать, ну как же вот написано, и вот в церкви говорят, кто говорит, и когда говорит, и кем это говорится, да, отдельный разговор, то есть я не вношу никакого смущения, потому что самым важным аспектом в данной ситуации, как результат всего этого, является наше отношение со Христом. Это личное участие во всем происходящем, это личное приглашение ко всему происходящему. Получается, что люди, приходящие ко Христу, они не видят вот этого взрыва атомного, гриб возвышается, и вот все деревья повырвалось корнями, они стали стоять, и там даже одежда не обгорела. Этого ничего нет. Нет вот этого накаченного, мускулистого, ренессансного тела, выходящего из гробницы с флажком таким, да, и там еще что-то. Этого в принципе ничего нет. Богословское донесение традиционного христианского сообщения о воскресении, как на Востоке, так и на Западе в ранней церкви, это либо исполнение пророчеств, будь то бы о Ионе или Троотроках в Пищи Огненной или Даниил в Орву Львином, или Ионы пророка, либо чуть более погодя, это схождение Христа в Ад, где пребывают души всех без исключения праведных и неправедных, чтобы провозвестить Евангелие и их всех оттуда вывести. Вот кто из вас знаком с византийской иконографией, как продолжение византийской иконографии, русской иконографии, Христос стоит на дверях Ада, в руке у него либо крест, либо свиток, свиток Евангелия. То есть когда мы говорим, а как же учись там, кто о Христе не знал, что вот все сходят в Ад, но Христос, схождение Христа в Ад, оно не исторично, оно надо исторично. Он сходит в Ад как место содержания всего человечества, которое своей праведностью спастись не может. То есть проповедь одновременно всем бывшим до него, во время него и после него. И свидетельство этому в православном богословии это то, что Адам с Евой выводится. Вот это человечество в образе Адама и Евы, таких фигур, образов, представляющих все человечество, состоящими за ними пророками, включая и Анна Крестителя, и включая того самого Давида, о ком мы говорили, и Соломона, и всех древних пророков, вот он выводит за руку. Причем не они сами идут, а он берет их, он хватает. Посмотрите, вы просто можете в гугле или в каком-то другом поисковике посмотреть. То есть он берет, он хватает за руку Адама, его выводит из гроба. Вот где Христос был во время своей смерти, душой уже в уаде. То есть не сходит, чтобы уничтожить власть дьявола. Я вам рассказывал, метафоричное на основе проповедь Иоанна Богослова, ну такая мультяшная метафора, как охотиться на крокодила-людоеда. Бросить кусок кровавого мяса с кусочком динамита внутри засованного. И крокодил его хватает, думает, ага, еще кусок. А на самом-то деле его просто потом разрывает на части. Ну вот это то, что Иоанн Златоуст говорит в своей метафоре. Надеялся, что поглотил человека, человека избранного, человека, наделенного высшими пророчествами, качествами, высшей праведностью. Но он все равно умер, он мой. Бог, сказано, нельзя с ним шутить, посмеяем, да, то есть нельзя шутить над Богом. А тут вот получается высшего праведника я загробастал, да, то есть я схватил и уничтожил. Но что потом Иоанн Златоуст говорит? И встретил Бога лицом к лицу. Вот это представление перед лицом Божьим и человеку невозможно, да, никому невозможно. Просто что Творец, абсолютная праведность, абсолютная чистота, абсолютная жизнь, в котором нету ни тени, в котором нет тени по определению, да, вот это вот то, что мы говорим в воскресенье. И это свидетельство, оно чисто человеческое. Речь не идет о мистике, речь идет о том, что каждый человек знал. А каждый человек знает что? Каждый человек знает смерть. Мы рождаемся, чтобы умереть. Это натуральный получается конец для всех нас. Естественный, извините, да. Вот женщины, они этот естественный конец и определяют, что они приходят с этим миром. В этом нет никакого порицания. В этом нет никакого порицания. В этом их исповедание настолько, насколько они могут. И вот это свидетельство, во-первых, присутствие уж, что там было и как это описывает, мы знаем только, как описывается. Но опять же, очень интересная дилемма. Это прилагается и вот к воскресению, и к вознесению, еще более мистическому, если задуматься над этим текстом Евангелия или описанием Евангелия. Ведь есть галлюцинация, но она не может быть массовой. Есть фантазия, но это сознательная ложь. Есть видение, то есть, когда я вижу что-то конкретно, оно может не соответствовать опыту окружающих, но это не значит, что то, что я видел, правда, то есть, что это каким-то образом придумано. и есть описание того, что ты видишь. То есть, как мне объяснить вам что-то, в чем вы не имеете никакого опыта или где вы не были. Помните, там, из песни Высоцкого про магазины там где-то в Париже, вроде нашего лабаза, только со стеклами. Да? Ну, там, это какая-то самоездящая колесница или еще что-то. классическая 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 в применении, по крайней мере, к Ветхому Завету описание мифа это не сказка ни в коем случае. Это не фантазия ни в коем случае. Это попытка выразить в естественной поэтической или знакомой слушателям форме высшую правду. Это инструментарий, который доступен человеку, как апостол Павел там говорит, когда был высшен, говорил там языками ангельскими или человеческими, не знаю, в теле или не в теле, не знаю. Это действенность, истинность опыта, которая выражена определенными словами, но идет указание на то, что слова неадекватны для передачи этого опыта. То есть, в контексте нерелигиозном, там, опыт человеческого, там, вне тела, опыт умирания, что это? Для человека верующего это одно, для человека верующего это там отмирание нейронов каких-то, там, еще что-то. Но сон, а я вот видел, дай-ка я тебе свой сон расскажу, то, что вы видели во сне, вы же этого ничего не видели, вы же не были этим никаким образом участником, но вы переживаете определенную эмоцию, вы можете встал там в плохом настроении или проснулся, наоборот, в восторженном настроении. Ой, а я там сегодня бабушку видел, мы с ней поговорили, так понял, скучал, вот она мне там приснилась или еще что-то. Это феноменология такая физиологическая, и то она необычайно интересна, и объяснить современным языком невозможно. То есть, кто говорит, вы знаете, теории всякие меняются или еще что-то, мы здесь говорим о каких-то реально бывших обстоятельствах, которые для нас, как для верующих, могут быть объяснены исключительно в богословских терминах. В богословских терминах. То есть, есть определенная истина, которую мы все наследуем на основе свидетельства. На основе свидетельства, которое могло быть описано определенными людьми с определенным опытом, соответственно, который влиял на их восприятие всего происходящего, да, который передали это другим. Поэтому им не показывается процесс воскресения. Им показывается, что, каким образом это воскресение является определяющим для их последующей жизни. А это то, что вас ждет. А что нас ждет? А нас гроб ждет. Не все так просто. Те, кто верит ему, кому пришли поклониться, как священному мертвецу, приготовил для вас пустой гроб с камнем отваленным. Вот этот спасительный посыл. Вот этот спасительный посыл. Но Петр, встав, побежал, как грубо наклонившую, видел только пелено лежащие, пошел назад, девясь сам в себе происшедшему. В 34-м стихе этой главы будет сказано, что Христос Петру явился. И в 15-й главе Евангелия, извините, Деяния апостолов тоже будет об этом говориться. Евангелисты об этом ничего не говорят. Но вот это вот рассуждение, вот эта страстность. Я буду с тобой там, не только ноги мой, но и голову там. Я буду с тобой там, чтобы не было. Да, там трижды отречешься от меня. Пошел, зарыдал. Вот такая страстность. Увидел и побежал. В Евангелии от Иоанна будет сказать, что они двое бегут в картине французского живописца 19-го века, когда я выкладывал вот эти апостолы, бегущие ко гробу. Что бы это было? И в какой момент Христос ему является? Это ведь тоже вот неспроста. Апостолы видят Христа, идущего по водам озера. И Петр говорит, а можно я тоже погуляю? И он говорит, ну иди. Петр увидел большие волны и начал тонуть. Вот Христос берет его за руку и говорит, что ж ты, маловер? Вот тут вещи, наверное, такого же порядка. Вот эти вот параллели, которые должны быть вот этими звоночками. И вот эти все образы, которые описывают, они в какой-то степени описывают и нас. И они ведь включены для чего? Для нашего собственного, для попытки нашего собственного рассуждения. Каким образом мы в принципе подходим вот к этой истории? Каким образом мы можем найти себя в контексте? То есть, почему евангелисты не упоминают о явлении Петру, мы не знаем. Но об этом упоминают как о чем-то совсем очевидно бывшем в других местах, но без описания вот самого этого действия. Петр смутился. Является ли мы Христос как уверение или еще что-то? Мы об этом не знаем ничего. Но это является предметом в том числе и нашего рассуждения. В тот же день двое из них шли в селения стоящие в стадии на 60-е Иерусалим и называемые Маус и разговаривали между собой о всех-всих событиях. Точно положение деревни не определено. Есть, по крайней мере, четыре места, которые претендуют на то, где этот Маус находился. Точно никто не может сказать на сегодняшний день, но наиболее правдоподобным считается так называемый Маус Никополис вместо древнего паломничества христиан, которые приходили поклониться святыням еще в византийские времена. Зачем они туда шли, непонятно. И кто шел, неизвестно. Традиция говорит, что был Лука и Клеопа. Но только Клеопа упоминается. Лука нигде не упоминается. Можно сказать, что он говорит о себе так же, как он богослов в третьем лице, но никакого свидетельства нет. Скорее всего, Лука, как писатель, если мы примем его, что он писатель и Евангелия, и Деяния апостолов, он появляется на сцене много позже. То есть нет ничего, так сказать, в конце концов абсолютно нейтрально, но настаивать на том, чтобы был именно Лука, наверное, согласно исходя только из текста, невозможно. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, иди рассуждайте между собой, от чего вы печальны. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им, о чем они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники, начальники наших для суждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумляли нас, они были у гроба и не нашли тела его, и придя сказали, что не видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших как грубые, нашли так, как женщины говорили, но его не видели. Апостолы начинают потихоньку из Иерусалима уходить. Это один из тех, кто был в Иерусалиме, праздник большой, один из основных трех еврейских фестивалей Пасхок, на которые приходят люди со всего, со всей Иудеи, со всего Израиля, то, что называется, из-за границы приезжают, за пределов Палестины, для того, чтобы принести жертву. Вот они говорят, неужели ты не знаешь, что это такое вот известие было очень интересное. И ждали восстановления Израиля, избавить Израиля. То есть вот апостольский приговор своему учителю. А неужели они не знали, неужели они не понимали? Они знали, но не понимали. Они слышали, но до них на самом деле не доходило. Даже если бы один из мертвых воскреснул, то вы все равно не поверите. и вот женщины были у гроба и говорят, что они видели явление ангелов. Вот только что я вам описывал, да, видение и умение или возможность описания явления. И наши побежали, как гроба его нет. То есть никто не говорит, вот он говорил, что он воскреснет. И вот он действительно воскрес. Давайте по этому поводу радоваться. Они опечалены. Их надежда умерла. Тогда он сказал им, несмысленным, медлительным сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою, иначе от Моисея всех пророков изъяснил, он сказан о нем во всем Писании. Он же не настаивает на чудесности, и они его не видят. Это вот к разговору о воскресшем теле. Тело-то было то же самое, да не то же самое. То есть да, это был воскресший человек Христос, но он был в преображении, они его не узнали. Они узнают его почему? По действию. Если вы помните, когда мы говорили в контексте Евангелия о конце времен и о том, кто праведный, кто неправедный, я сказал, что Господь нас не судит, а он либо узнает своим, либо не узнает своим. И как он узнает нас своими? По тем действиям, которые мы совершали в течение своей жизни. То есть вы бы либо являетесь тем, кем вы говорите, либо вы не являетесь. Либо я могу тебя узнать, либо я не могу тебя узнать. Ты ведешь себя каким-то образом или ты не ведешь себя каким-то образом? Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел с ними и остался. Вечер путешествовать по дорогам опасно. И вот это они удерживали его. Им интересно. Интерес не пропал. И он говорит очень любопытно, но они его не узнают. И когда он взлежал с ними, то взяв лев, благословив, преломив и подал им. Интерпретация самая ранняя, что это вот было как бы повтор той самой Евхаристии, кому они, о чем они слышали, чем они были свидетелями. То есть почему они узнают, что говорят, что вот один из них, может быть, был кто-то из апостолов, но это тоже из дальнейшего текста совершенно не следует. Как они могли узнать? Апостолы им рассказали о том, что произошло? Они узнали его в действии. Но ведь ни Лука, ни Клеопа не были в той горнице с двенадцать, или там было больше, чем двенадцать учеников. Но они узнают его в действии. То есть вот здесь вот что история, а что образность, опять же, понять можно так, а можно иначе. Важный сюжет это о том, что они узнают Бога в действии. Тогда открылись у него глаза, они узнали его, но он стал невидим для них. Вот эта вот видимость-невидимость, прохождение через закрытые двери, выход из гроба и прочее указывает на то, что плоть, она очень сильно преображена. Она имеет собой совершенно какой-то другой образ. И сказали они друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге, изъяснял нам Писание. Вот исполнение закона и пророков. У них есть все. Опять же, не о чуде идет речь. Они говорят, ой, мы его узнали в преломлении хлеба, но мы его не узнали в том, что он говорит. Но в нас сердце-то горело, но мы сердцу своему не поверили. И встав в тот же час возвратились в Херусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. Но они удерживали ее, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. и сейчас возвращались в Иерусалим. То есть, такой шок они испытали, что они прямо ночью побежали обратно. И они приходят, они говорят апостолам о том, что были с ними. И апостолы говорят, что уже слышали и что он истинно воскрес явился Симону. И они рассказали о происшествии в пути, как он был узнан ими в преломлении хлеба. Не только в учении, но вот в этом действии. Когда же они говорили, о чем сам Иисус стал спасать, и них и сказал им, мир вам, о мире мы говорили, да, шалом, состояние покоя, состояние царства, состояние присутствия Божия. Они, смутившись, испугавшись, подумали, что видят Духа. Вот и Симон уже видел, и женщины слышали, и Клеопа с другим учеником, с каким-то, или с кем он там шел по дороге видели, и все равно. Но он сказал им, что смущаетесь, для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам. Осяжите меня, рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Руки и ноги мои, почему? Потому что на них следы от гвоздей. И сказал им, показал им руки и ноги, как даже они от радости еще не верили, дивились. Он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда и взял, ел перед ними. Мы с вами опять же говорили, что важно действие для воскресшего человека в Ветхом Завете, когда пророк Илья воскрешает, младенцы ему дают еды, девочки, девочка, когда воскресла, начальника синагоги, ей тоже дают еду. То есть действие то, что жизнь продолжается. Без пищи жизнь невозможна, да? Вот в человеческом таком изображении. Видимо, в воскресении нет необходимости, но есть ее возможность. И взяв я перед ними, и сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что он длежит исполниться всему писанному мне в законе Моисея в пророках и псалмах. Тогда отверстым ум к разумению Писаний. И сказал им, так писано, что он длежит пострадать Христу воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быть во имя и упокоения и упрощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. Я пошлю обетование отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше. Вот это вот на самом деле такое очень с одной стороны физическое, с другой стороны мистическое переживание. И Лука очень быстро заканчивает свой текст, потому что сразу после этого написано, что Христос выводит до Вифания и благословляет и возносится, но мы слышим у других писателей, что он является апостолом. Мы в Галилее, что он учится, что он ходит с ними в течение сорока дней, что его вознесение происходит на сороковой день. Я пошлю обетование отца моего на вас. Вы уже оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силой свыше. Это снисхождение святого духа в пятидесятый день. И вывел их вон из города до Вифания, не поднял руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились и мы возвращались в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Аминь значит истина. По Вознесении, которое тоже, безусловно, является собой мистический опыт, тоже будут присутствовать, как из книги мы узнаем два ангела, которые явятся так же, как они явились женщинам при гробе. То есть, такой будет абсолютный параллелизм. То есть, свидетельство двух, божественное свидетельство и по-человечески свидетельство двух. Но Лука здесь совершенно откровенно берет образ доступный и известный своим современникам об вот таком восхождении на небо. И, конечно, тут вот очень интересно посмотреть на иконографию. Мне кажется, наиболее иллюстративной иконографией, как это неудивительно, будет являться всего единственная до сегодняшнего дня существующая панель византийская, вырезанная на кости, находящаяся теперь в Германии. Те из вас, кто имеет доступ в Facebook, может быть, нет необходимости сейчас, можете посмотреть позже, я выложил ее на своей страничке еще к прошлой нашей лекции. И, как это неудивительно, англо-саксонские хроники. Англо-саксонские хроники. В этих двух образах вообще, в принципе, что иконография Вознесения, что Христос возносится, может быть, в центре или иногда чуть-чуть выше. По центру верхней трети изображения, ровно под ним обычно стоит Божья Матерь с воздетыми рухами в позе оранты, по бокам апостола, которые указывают на небо. Вот это Вознесение Христа, взятие героя. Буквально попытка графической иллюстрации текста. В то же время на этой панели Христос к нам изображается спиной. Его берет как бы Бог за руку и за руку утягивает в облако. На другой панели Христос просто восходит как по горе, уходит в облако. Но вот в этих англосаксонских хрониках, что очень интересно, не хрониках, а псалтыри, иллюстрации Священного Писания, та же самая сцена Вознесения, но образа Христа там нет вообще, кроме небольшого фрагмента ножек, торчащих из облака. Христос согласно Афанасию Великому толкованию богословскому Вознесения возносится и его плоть становится невидимым, потому что сама человеческая плоть подвергается или происходит процесс ее обожжения. Тот же самый Афанасий Великий скажет, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом во всей своей полноте вместе с тварной плотью. Это вот богословская концепция. Если мы будем брать только текст, то мы можем сказать, что это завершение действия героя, он свою миссию выполнил, но его миссия продолжается через его учеников, то есть он дает полноту всего того, что было в нем. Они разумеют Писание, если он до того толковал Писание, теперь они в состоянии толковать Писание. Если на нем пребывал Дух Божий, теперь на них пребывает Дух Божий. Он отходит, он уходит, он изъят из их среды. Он свидетельствует. Тут Лука и Клеопа, взять пример, если это был Лука, то же двое учеников, двое последователей Иисуса идут в этот самый Маус. Он является, он интерпретирует закон, он их подготавливает. В преломлении хлеба они узнают, кто их к этому подготавливает. С этого момента они уже могут идти и свидетельствовать апостолам. Апостолы тоже принимают это сообщение с таким смущением. Он среди них возникает, чтобы подтвердить действие, чтобы подтвердить реальность всего происходящего. Вот это вот исчезновение и появление, это не игра в жмурки с закрытыми глазами. I see you, I see you not. То есть catch me if you can. Речь идет совершенно не об этом. Речь идет о попытке показать им определенный образ действия. То, во что вы верите, является правдой. Это мотивировка, побуждение к продолжению вот этой евангельской истории, которая будет выражена в деяниях апостолов. То есть, с одной стороны, это литературное построение, подготовка к продолжению действия. С другой стороны, с точки зрения богословской, что вам дано все. Вот это есть Царствие Божие, которое внутрь вас есть. Вот эта вот вся полнота, переданная в обещании. То есть, поле действия теперь за вами. Вы все исполнены того духа, вы все немножечко спасители в проповеди. Вы исполнены тем же самым духом. Вам дано тоже, что есть в самом Христе в какой-то части. Вот о чем это повествование. Изъятие от яти от мира, которое выражено концепцией, известной читателям античной литературы, потому что у евреев тоже было понятие о вознесении. Илья Пророк возносится. Энох, был Энох, не стал Эноха. Вот это понятие восхождение на небо, но это небо не в смысле, там Гагарин побывал в космосе, астронавты побывали в космосе, даже на Луне никакого Бога там не видели. Тот же сам апостол Павел будет употреблять ту же самую аристотельскую концепцию семи небес. Опять же, если вы не слушали лекцию Андрея Виноградова, пожалуйста, послушайте, там будет говорить символизм этих семи небес, что называется, то есть в плане такой античной космологии все становится на места. С точки зрения людей 20-21 века это, конечно, несостоятельно, потому что ни об этом не ведет речь на облаке, хотя, безусловно, наверняка какая-то подобная интерпретация в этом смысле существовала и, наверное, в течение долгого времени. Но, как мы видим, уже с древности идет совершенно другое понятие, что вознесение это не вознесение вот того самого героя, это образ взят по схожести качества, отход, переход в существенно иную категорию с той лишь разницей, что теперь полнота всего вот этого пребывания, благодати, жизни, обещания, надежды на воскресенье остановится с теми, кто следует, остановится с теми, кто последует, кто остается. Мы видим абсолютно продолжающуюся историю. Она не прекращается. Она не прекращается. Царство, явленное Христом на земле, находится посреди учеников внутрь вас. Есть посреди вас, как у вас, так и посреди вас, среди действующих этих персонажей, и они продолжают вот эту вот самую евангельскую историю, которая становится историей церкви, которая становится продолжением истории синагоги. И вывел их вон из города, и они поняли их благослови, и когда благословлял, стал отдаляться и возноситься на небо, и они поклонились ему, возвращались в Иерусалим с великой радостью, пребывали всегда в храме, прославляя, благословляя Бога, аминь. И тут история продолжается. Они, как правоверные евреи, продолжают молиться в храме. Смысл ожидания, фокус, сфокусированность на восстановлении царства от них отнято, потому что то царство, которого они ждут, уже посреди них. Но абсолютно, как правоверные евреи, культ не разрушен, культ не отнят. Это произойдет позже, чтобы дать возможность им всем проповедовать среди тех, кто был в Иерусалиме, чтобы необходимость в храме, как месте принещения жертв, уже отпала, потому что совершенная жертва по исполнению вот этого пророчества воплотилась во Христе и продолжалась уже в другой форме. В Евангелии от Луки, нет беседы с Самарянкой, но рассказ, который повествует, что ни на этом месте, ни на этой горе, ни на той, а в любом месте будет возникать и относиться жертвой Богу. То есть вот это вот истинный исход, вот этот вот найденный афикаман, помните, мы с вами говорили об этом кусочке мацы, который оставляется до конца трапезы, что избавление из плена уже произошло, но оно произошло как образ, а что-то истинное, что-то большее, вот этот, как еврей, допустим, приход Мессии, он ожидаемый, поэтому он под салфеткой, он не знаем, он спрятан, но это вот символ нашего ожидания, а вот он вот и есть этот вот афикаман, и есть эта вот маленькая частичка хлеба, которая дается всем верующим для исполнения всего того, что все правоверные ожидали от начала мира, что все верующие евреи ожидали, некоторые из них до сих пор ожидают в пришествии Спасителя, в пришествии Мессии, в пришествии истинного избавителя. Ну, даже в этом тексте, да, вот в этой последней главе мы видим ожидание людей, что это вот какой-то в земной форме, в форме земного благословения будет. Мы же видим, что контекст полностью, полностью смещается на веру в ожидаемое, как в действительное и в невидимое, как в видимое. С той лишь разницей, что невидимое уже было явлено, и оно становится невидимым до времени, потому что оно, в принципе, невидимое, а потому, что оно изъято до времени, для того, чтобы это невидимое мы сами по себе сделали видимым. Вопросы? Тишина. У всех микрофон выключен, но все равно тишина. Есть вопросы. Отец Илья, но я не хотел первый, я думал, может быть, будет богословский, потому что у меня все-таки вопрос, может быть, скорее отчасти иконописный, но он по теме. Вопрос такой. По иконографии Воскресения Христова, во-первых, всем советую, конечно, прослушать лекцию Ирины Языковой замечательную, которая именно посвящена этой теме. Так что рекомендую всем, кто слушает. Вот у меня вопрос такой. Мне много раз приходилось изображать, что на фреске, что на иконе Воскресения, сошествия в ад, вернее. Вот с вашей точки зрения, как правильнее изображать спасителя с язвами на руках и на ногах или без? Потому что прецеденты есть и такие, и такие. Скажем, например, самая знаменитая наша любимая фреска «Саждение в ад» из хоры, монастыря. На ней нету язв. А, например, скажем, Осирес Лукас или какие-то X-XI века мозаики там явно есть. То же самое и на иконах. Ведь следуя как бы песнопению во гробе Аски с души... То есть во гробе плоти абсолютно, да. И получается, что телом-то все-таки во гробе, да, а с душей, якобы, но душа не должна иметь этих язв. Например, меня просили изобразить сейчас икону, ну, фреску Матроны московской, но обязательно с открытыми глазами. И аргумент, причем епископ, что во Царстве Небесном, так сказать, она зрячая. И поэтому здесь вот как вот правильно все-таки изображать с язвами или без? Извините за столь дойку вопрос. все, спасибо. Ну, Дмитрий, я, как вы сами говорите, есть обращики и того, и другого. То есть, когда мы говорим о явлении воскресшего Христа, то мы, конечно, отсылаем это на евангельский сюжет, правда, не от Евангелия, а от Луки, где он... Фомы нет, Фомы нет при первой встрече, но Фома есть при второй встрече, и где Фома говорит, пока не вложу перста моего в следы от гвоздей и в его бог, в рану от копья, то не поверь. Когда он является второй раз, он подзывает Фому, и он говорит, иди сюда, дай свою руку, вложи свой перст, значит, в мои язвы. И Фома говорит, ой, Господи, нет, 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 только не это. Ну, самая ранняя иконография, по-моему, даже есть какие-то вот эти вот в резьбе по косте, где вот это, то, что уверение Фома образ называется. Поэтому явление Христа по воскресении, безусловно, он, наверное, должен изображаться с вот этими язвами. С другой стороны, что касается... Я просто рассуждаю вслух, я вам не отвечаю. Что касается изображений святых, то какие бы у них не были уродства в течение физической жизни, физически, да, будь то вызванные гонениями или будь то вызванные какими-то дефектами от рождения, в результате каких-то травм или еще что-то, на иконах все-таки рисуется идеализированный образ. Поэтому, когда епископ просит, чтобы Матрону Московскую изобразили зрячий, я с этим полностью согласен. Так же, как у меня тут недавно была перепалка с Джонатаном Пежо, который продолжает изображать Христофора в виде собаки, да, говоря, что никто не понимает. Хотя это, конечно, бред совершенный, этого быть не может по определению. Не говорю, что о запрете собора на это, да. Вот. Что же касается «Схождение в ад», я думаю, смотря, наверное, язвы, можно сказать, что является определяющим, определяющим знаком. Я бы, наверное, позволил себе ответить таким образом, что если на иконе «Схождение в ад» Христос изображается с крестом, изображается с крестом, потому что есть два образа со свитком или с крестом, а иногда вообще без ничего, ни того, ни другого. Когда изображается с крестом, тогда, наверное, следует изображать следы от этого самого креста. Когда же он забрали со свитком или без ничего, тогда, наверное, допустимо отсутствие следов от распятия. Просто потому, что действительно Христос божеством своим нисходит во ад. Вот именно вопрос. Спасибо. Но это мое мнение, и, наверное, тогда лучше... Мне оно очень нравится. Да, потому что если мы говорим, что Христом, то есть своей человеческой смертью он победил, то идентификатором таким является вот эти самые раны крестные. А если он сходит проповедью, ради проповеди, как победителя ада, как божественный логос, то тогда, наверное, изображение не необходимо. Потому что, в принципе, когда мы говорим о восхождении Христа в ад и возможности изображения человека Иисуса, ведь мы говорим о том самом предветочном образе, который существовал и который был явлен, как Иисус. Кого видел Моисей, кого видел пророк Илья, от кого прятались Адам и Ева в саду? То есть понятно, что это такой концептуальный рассказ, но ведь просто от голоса в своей голове не спрячешься. То есть был какой-то образ, что они видели, что они видели. Бог непостижим. Покажи нам Отца, говорят апостолы. Не знаешь ли, что Отец во мне, я во Отце. То есть вот это образ Иисуса, который еще не рожден, то есть вот самый Логос, но принимает форму, которую ученики бы увидели уже по воплощении. Поэтому, наверное, так вот было. Ну, опять же, не руководство к действию, а мое вслух рассуждение. Ну, вопрос очень интересный. Спасибо. Очень, очень, очень хорошее. Спасибо. Поэтому, кстати, добавлю ваше то, что вы говорили о невоплощенном кресте. Поэтому наиболее древних изображений, что в мозаиках, что на фресках, именно в Ветхом Завете Христос изображается не как Христос, а как Эммануил, как некий юноша. Такой без... У меня выставлена одна из мозаик, из Равенна, где Христос вот именно как юноша, отрок Божий, когда он совершенно без бороды. Ведь даже когда говорят, что христиане не знали, что в 19 веке была распространена такая теория, что Христа не было, что это все миф, что это такой собирательный образ. И одним из аргументов было, что первые христиане даже не знали, как Христос выглядит, с бородой или не за бородой. Но дело все в том, что это был концептуальный мир, и не важно было изображение портретное, историческое, а важно было отношение к предмету какой-то идентификатора, будь то пастырь добрый, или там в Равенне вообще идет разделение, когда действует как божество, там с бородой, а когда действует без божества, как аристократ в римской тоге, то есть гладковыбритый. Это преследовало другие цели, концептуальное изображение, а не физическое. Но, конечно, с довольно раннего времени если мы говорим о воплощенном Боге-слове, Христос изображается именно бородатым мужчиной с длинными волосами. Очень интересная она, конечно, теория, но, тем не менее, будет довольно интересно, может быть, для многих здесь услышать, на большинстве икон Христос изображается с раздвоенной бородой. И, кстати, вот эта вот раздвоенность, она присутствует, вот эта раздвоенность, она присутствует, я не богохульствую, не поймите меня неправильно, так сказать, для образности такой, то есть на иконе вот такие, как бы два хвостика. И там даже есть какое-то богословское объяснение. Но, что интересно, очень я нашел это мы недавно подтверждение, что у евреев, что у преследователей евреев существовала практика обдирания бород при казни. За богохульство сам Синедрион мог подойти и человеку, который богохульствует, вырвать клок бороды, да, то есть как-то схватить за бороду и кусок выдрать, чтобы лишить его мужского достоинства. Помните рассказ про Самсона, которого там побрили и волосы длинные острегли, да, то есть борода считалась достоинством для мужчины. Кстати, чисто психологически были проведены опыты, если я был бы гладко выбритым вам что-то рассказывал, у вас было бы одно восприятие, потому что я с бородой, да еще вот с такой вот нечесанно-небритой, это усиливает эффект моего рассказа на самом деле. Вот хотите верьте, хотите не верьте. Про психологический опыт я вам много могу чего порассказать. Например, где-то в Англии проводили опыт среди студентов, да, которые, как естественно, Бога не боятся, людей не стыдятся, вот, там была кофейная машина с печеньками, кофейная машина для кофе, печеньки рядышком стояли, и, значит, нужно было бросить монетку, то есть ты не обязан, но если ты хочешь, ты можешь чем-нибудь пожертвовать, да, вот, и там висела какая-то картина, эту картину сняли, там, изображение человека какого-то, еще что-то, лица чего-то, изображение сняли, повесили цветы, просто картину цветов, сбор в течение недели упал на 40%, потом цветы сняли, повесили большую картину глаз, вот только вот глаза, да, на вас смотрят, в течение недели сбор увеличился на 60%, это повторяли несколько раз, это вот о внешнем факторе, о важности религии в нашей жизни, да не нужно мне никакого Бога, я сам хорош, я сам себя могу контролировать, ха, да я вообще по дороге езжу, никогда скорость не нарушаю, зачем полицейский за мной следит, ха, не работает, вот не работает, чисто психологически, так вот к разговору о бороде и выдранных бородах, как обревание, в принципе, голов, когда там человек в рабское состояние, у нас, кстати, рудимент этого есть, пострижение волос при крещении, то есть, там, младенчика приносит, лысенького совершенно, там, крестная, с такой вот прической, прямо, знаете, не знаю, там, как у кого-то, берешь ее, клок говоришь, ну, крестная, раз, у младенчика не с чего, срезать будем с тебя, такой, шок, бледный сразу, да, там, проступаю через весь макияж, ладно, успокойся, не будем мы с тобой ничего делать, но, интересно, какой, что вот это, стрижение волос, это признак перехода от свободы к рабству для получения абсолютной свободы, помните историю о блудном сыне, да, то есть, это пострижение волос, ты, ну, чем ты можешь распорядиться, ты даже своими волосами распорядиться не можешь, вот тебя на лосо обрели, да, там, как в армию, говорит, забревают, ты уже, ты не можешь сам собой распоряжаться, ты становишься человеком подневольным, вот это вот пострижение, это рудимент, вот этой древней практики, острижение рабов, что не знаю, там, насколько она была повсеместна, но этот элемент тоже присутствовал, так вот, это вырывание бород, или обревание бород, что римляне практиковали с евреями, так же, как и вот это вот синедрионовское, потому что официально-неофициально, так разодрать на себе одежду, хотя ты не имел права на себе раздирать одежду, подойти, выдрать клок волос, предположение, что изображение Христа, вот эта вот история, вот это раздвоение бороды, это есть тот самый вырванный клок, что самое интересное, раздвоение бороды присутствует на Туринской плащанице, то есть, ну, не было в XIII-XIV веке этого знания, просто в принципе, опять же, я не настаиваю ни на истинности, ни на чем, но есть какие-то вот такие элементы, которые теперь известны, из разных источников, сравнительный анализ текста, историография, археология, там что угодно, но вот этот вот очень интересный момент, очень интересный момент, конечно, можно сказать, что это ранние иконографические образы, прочее, но, потому что там не на всех древних фресках, или там икону Христос, здесь с раздвоенной бородой, это может там приходит и позже, но тем не менее, вот это могло все-таки иметь место, и могло иметь под собой вот именно такое отражение. Что-то приуныли, призадумались? Очень много вопросов, но я не хочу просто эфроприировать время других слушателей, потому что на эту тему, то, что вы только что сказали, вот мне интересно, ваше мнение, может быть, потом вы расскажете о Туринской плащанице, например, Владыка Иларион Алфеев как бы упорно считает, что Туринская плащаница не только подлинный образ Христа, но это и есть тот самый убрус нерукотворенный из Одессы, который, в общем-то, противоречит церковной традиции. Считается, что был утоплен в Средиземном море. Дмитрий, когда вы ушли, когда вы ушли, вот у меня тут свидетели есть, и больше, чем два, я рассказывал вам, рассказывал им об истории нашего знакомства, которое вы, наверное, не помните, но связано как раз с дискуссией о том, о Саване Христа и о Туринской плащанице и об изображении в иконописи. Вот нашей дружбе уже скоро 20 лет. Я не всегда могу присутствовать. Да, вот, и я рассказал, что у меня нет четко сформированного мнения о Туринской плащанице, но я скажу так, что скорее да, чем нет. Скорее да, чем нет. И есть замечательное исследование, совершенно замечательное исследование Иэна Уилсона о Туринской плащанице, там порядка 800 страниц. И если у вас этой книги нет, то есть более, даже такая короткая версия, может быть, нет необходимости читать все 800 страниц, есть более короткий вариант этой книги, но я всем сердцем рекомендую, я не знаю, что есть русский перевод, но в английском точно есть, и для вас, естественно, английский не проблема. Почитайте, почитайте. Спасибо. Она, конечно, крайне убедительная, крайне... Даже он настаивает на истинности Туринской плащаницы, но там рассматриваются все вот эти исторические традиции, которых гораздо больше, чем две, вот обо всех различных убрусах и прочем, 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 прочем. И я скажу так, что по прочтению книги она меня из скептика превратила в человека глубоко задумывающегося над Туринской плащаницей. И тот факт, что плат, находящийся в Ивиеде в Северной Испании, известный седьмого века, по отпечаткам, находящимся нами, там нет никакого образа, там только отпечатки, ну, ран, кровоистечений, пота и там и всего, чего остального, он полностью совпадает с тем, что воспроизведено на Туринской плащанице. Если это воспроизведено, это не отпечаток. Вот это вот остается одной из тех самых загадок, потому что то, что было в Ивиеде, известно на, ну, не на тысячу, но на хороших 700-800 лет раньше до появления Туринской плащаницы, просто в принципе. Вот. Но это тема для отдельного, очень длительного разговора, поэтому, может быть, уже меня просили, чтобы я о Туринской плащанице рассказал побольше, вот, поэтому, может быть, мы сделаем отдельную встречу, отдельную беседу и поговорим о Туринской плащанице отдельно. Сделайте, пожалуйста. Все. Я пока отключаюсь от видео и от микрофона. Спасибо. Спасибо. Вы можете задать вопрос? Я прошу. Да, Аня, конечно, конечно, конечно. Ну, вот, раз нашел разговор о внешней значимости, внешних факторах, и в том числе о томе, и о неверии, и о том, что он вот столько после вложения персток уверовал, вот что нам делать с этим нашим личным помой? Потому что, знаете, как получается, сердцем слышу, верю, умом очень сложно, потому что не видел, и, ну, понятно, что блаженный невидящий, невидящий, невидящий и уверующий. Но верующий, да. Вот, но вот что вы могли сказать в помощи тому самому файме, который в каждом из нас есть? Я ничего, потому что я, наверное, того же совета могу попросить от вас, от всех. Простите, помолитесь, Господи, верю, помоги моему неверию. Просто здесь идет речь не о кокетстве, ведь, понимаете, чем вера выражается? Побуждением и определенными действиями. То есть я, что-то я не делаю, от чего-то я сознательно отказываюсь, а что-то я сознательно делаю, даже когда, как бы, обстоятельства к этому не предрасполагают. То есть когда-то я делаю, условно говоря, что-то может быть себе во вред, но руководствуясь побуждениями в том, что я делаю ради моего ближнего. То есть я там не еду мороженого себе купить, а я там подаю бабамжу на переходе, там, не знаю, или еще что-то. Ну, такой самый грубый пример. Вот, поэтому я бы не называл никого абсолютно верующими, я бы не называл никого абсолютно неверующими. Вот эта вот сенсация, не сенсация, когда там было дневники матери Терезы были опубликованы, да, где-то там в Индии она сколько-то лет проработала, и где вот эти страдания бесконечные, это невозможно ничего поменять. Чем больше ты делаешь, тем больше ты понимаешь, что ты сделать ничего не способен. Вот так где же этот вот самый Бог, ради которого мы все это делаем? Ну, и тут же сенсация оказалась, что мать Тереза в Бога не верила. Да? Но это же абсолютный переворот. Человеческое смущение в том, что хочется потрогать, да, хочется вложить перст. Но просто когда ты с этим сталкиваешься, то уже засовывать, что бы то ни было, куда-то совершенно не хочется, да. Вот это является вот той самой гранью безверия и веры. Все мы маловеры. На то же время все мы каким-то образом, как-то по-своему, может быть, очень, но все равно пытаемся верить, пытаемся что-то делать. Побуждение себя быть христианином является самым, как мне кажется, величайшим чудом, чудом веры. Вот то, что мы здесь с вами сегодня собраны, вот это, наверное, самое чудесное из чудес. мы пытаемся разобраться в тексте, который не является, у которого нет, даже и не может быть единственной верной интерпретации. Мы говорим с вами о концепции, которая противоречит нашему с вами житейскому опыту и опыту всего человечества. Мы с вами говорим о том, что как бы не является предметом повседневного обихода и опять же нашего повседневного опыта. Вот, поэтому уже с этой точки зрения нас совершенно неверующими называть нельзя. Делать ли нас верующими, ну, тогда уже нужно проанализировать свою жизнь. И у каждого разная мера. Кто-то делает больше, кто-то не делает ничего, но Господь смотрит на наше сердце. У нас просто существует такая, знаете, используя дорогое слово дихотомия, да, разделение. Нам нужно или все, или ничего. А такого не бывает. Не бывает всего, не бывает ничего. Вот Петр в этом смысле прекрасный пример, который сам хотел вместо Христа. Не будешь ты мне ног мыть, да? Тоже хочу по воде погулять. Я там не знаю, да не отрекусь я от тебя. Прыгает там с лодки в воду и там плывет и прочее. Все какие-то эти моменты, в общем-то, показывают на страстность и вот такую скачкообразную религиозность людей, даже те, которые Христа видели. Поэтому какого-то однозначного совета нет. Пытайтесь делать, что вы можете. Пытайтесь тихонько верить. Тихонько милость оказывать. Учиться прощать. Опять же, мы с вами неоднократно говорили, что не просто какие-то преступления, насилие, отбирание у вас свободной воли, потакание вами, унижение и прочее. Нет. Прощение не об этом. Смирение с какими-то внешними постарствами. Смирение. Опять же, плюньте, вот плюньте на меня. Нет. Нет. Смирение это знание в мысли, своих возможностей, своих сил, направления своего сердца. В этом и есть выражение веры. Не в бесконечных отстаиваниях на службу, хотя это тоже иногда полезно, знаете. Не там в пощениях, хотя тоже полезно. Всего в меру. Главное, не отступить вот от этой правды. Не в культе дела, а в приобщении к тому, что есть Христос, что Он нам оставил и каким образом мы это можем воплотить в своей жизни. В чем чудо воскресения, в чем проповедь воскресения. Ведь посмотрите, ранняя церковь благодаря чему распространилась? Неотступные проповеди, мученическому свидетельству, что люди верили до той степени, что были готовы расстаться со своей жизнью. То есть никто за идею не умирает. Кто-то умирает, но не в таких количествах. То есть просто за идею. И дела милосердия. Дела милосердия. Не за богословские дебаты, не за длину поста или глубину поста, не за количество, качество и продолжительность богослужений. Дела милосердия, искренняя преданность своему делу, исповедничество даже до смерти. То есть неотступность, бескомпромиссность. Посмотрите, что произошло. То есть даже несмотря на гонения, несмотря на всевозможные конфликты и прочее, они достигли потрясающих результатов. Это стал новый популярный культ империи, если уж даже так исторически подходить. параллели этому я не знаю до такой степени. Даже если мы говорим, что культ Митра, который возникает примерно в то же время и существует параллелей с христианством, это был все-таки большей частью воинский культ. Хотя христианство среди армейских рядов тоже было распространено, но оно было распространено и среди рабов, и среди женщин, и среди знати, и среди всех. Культ Митра это все-таки в большей степени, чем христианство армейский культ. Поэтому, да, их оба гнали, они оба были вне закона и прочее, но все-таки, когда мы говорим, последовательные митры не кормили язычников, которых потом сдавали, сжигали и прочее. Поэтому тут какой-то совершенной формулы нет, да и быть не может. Малое делание в немощи человеческой великой да великой в малом воле Божией совершается. Можете что-то сделать. Все. Не можете, не можете. Это не признак безверия. Спасибо. Пожалуйста. Можно мне? Можно. Можно немножко поговорить о разночтениях в последних главах у разных евангелистов. Где-то один ангел, где-то два. Женщины испугались, никому не сказали или они побежали, рассказали ученикам. Да, можно. На самом деле это пересказ бывших событий, у которых не было, так сказать, существующего канона, у которых не было определенной фиксации. Я упомянул, что четыре разных евангелиста добавляют количество луки. Что? Кто как запомнил. Кто как запомнил. То есть была история, которую пересказывали многократно. Вот кто что выхватил, у кого как это каким-то образом запомнилось. То есть если будет 2-3-5 свидетелей одного и того же происшествия, кто-то запомнит марку машины, кто-то имя сбитого человека, кто-то, что приехала скорая, с ним было все в порядке, кто-то шок водителя, кто-то фотографа, который вместо того, чтобы вызвать там скорую помощь, все стоял и фотографировал. Даже, например, у евангелистов, когда говорят, что все они были 11 человек в сборе, кроме Фомы. Так как же 11 человек в сборе, кроме Фомы? Вообще, что за ерунда? То есть Иуды же там уже не было. То есть уже 11. Но даже в тексте Евангелия, когда говорится о 12 или о том, что все они были вместе, это просто ирюзит, что они были все вместе. Понятно, что Иуды не было. Поэтому их было 11 минус... Ну, 11 с Фомой, но Фомы в данной ситуации не были, но все остальные были собраны вместе. Так же, как понятие о третьем дне, скорее понятие об истинности, чем вот эти самые три дня и три ночи. Это, как сказать, усиление, да, вот этой троичности, что не просто день и ночь, а вот три дня и три ночи. У нас нет абсолютно четкого представления, вот, скажем, конфликт между синоптиками и Иоанном Богословом, который разрешить на самом деле, в принципе, ну, почти невозможно о том, что это было. Важно сказать, что произошло, чем какие-то вот такие детали. Там некоторые наши были у гроба, да, у Иоанна Богослова сказали, что там Петр и Иоанн встали там и побежали. Там явление Петру было, как я уже несколько раз упоминал сегодня, да, в двух разных местах об этом упоминается. Но это разночтение, которое скорее указывает на то, что это имело место быть, чем на то, что это какая-то придуманная композиция. Она скорее обрастает какими-то деталями, которые находят свое определенное выражение. Что-то уже становится каноном, рассказом, да, а кто-то говорит, да нет, нет, дайте я добавлю, расскажу вам. Есть попытки все эти истории свести вместе и объяснить, что это скорее не противоречие, а дополнение. Но то же самое там, где-то присутствует юноша, где-то там Христос сам является Марине Магдалине по воскресенье, да, в саду. Причем там в виде какого-то садовника, да, там, как изображается, и там приняли за садовника. Какой садовник вообще, да, какой там сад. Речь идет о том, что никто его узнать не мог после воскресенья, да. Вот тут, наверное, скорее не буквалистский подход к тексту нужен быть, а это скорее как свидетельство того, что об этом говорили много, часто и многие. И те, кто присутствовал, и те, кто не присутствовал. Вот скорее так. Интерполяция ангелов, что у синоптиков, ну, Матфея и Луки в частности, во-первых, считается, или, по крайней мере, отсылка есть у современной библистики, что Матфей и Лука опирались на более ранние записи, то есть не исключено возможности какого-то, может быть, более краткого оригинала, который присутствует или присутствовал, существовал до того, как они написали свои Евангелия. Кроме того, один и другой выбирает форму построения рассказа о Христе как формулу повествования биографической героя, да, античного, от рождения до Вознесения. Вот у Иоанна и у Марка об этом, в принципе, ничего не говорится. Поэтому это глубоко контекстуально, и надо сравнивать, как бы сказать, целостность произведения. Явление ангелов Вифлееме, указание на что-то совершенно необычное происходящее, то есть необычная инаугурация, необычно то, чем эта вся история с собой, каким образом она завершается. Я ни в коем случае не оспариваю, и совершенно отсутствует во мне мысль, подвергнута сомнению истинность описания, но, опять же, мы видим человеческий элемент, который ни плохо, ни хороших, который, скорее, свидетельствует о том, как важно было об этом сказать и высказаться, но в то же время абсолютно четкого календаря событий или дневника событий никто не вел. Можно спросить вопрос, чуть-чуть тоже провокационный, может быть, но он по той же самой теме сейчас. Это вопрос о том, что, скажем, у нас в православной церкви, да и вообще, в общем-то, в христианской церкви, традиционной христианской церкви, достаточно высоко развит культ почитания Божьей Матери. И вот в чем же связано здесь настолько малое упоминание о ней, скажем, в евангельских текстах? Только Рождество Христово и последующее там приполовение, а потом брак в Канне Галилейской и при кресте, все остальное, даже в какой-то мере чуть ли не почти негативном моменте, когда кто Матерь Моя и Братья Мои, или даже явление Жон Мироносец, это только традиция приписывает Божью Матерь туда, так же, как мы на Ихоне изображаем. Но в Евангелии это, ну, никак совершенно непонятно. И в той же самой, в той же горнице, например, то, что они были собраны, скажем, сошествие Святого Духа, только очень позднее привнесение Божьей Матери на сошествие Святого Духа все древние изображения, известные нам уже с V века, да, сам полэмонция, они все только одни апостолы. И уж не говоря про то, что в деяниях апостольских вообще нигде нет. То есть вот с чем связано настолько сильное почитание Божьей Матери церковной, уделение в богослужебных текстах, молитвах и практике, и столь малое упоминание в текстах Священного Писания? Ну, утверждение культа Божьей Матери в Византийской империи, его последующее распространение, безусловно, существовала ранняя традиция о Божьей Матери, но это традиция устная, но традиция не письменная. И многое из ее жизни проецируется непосредственно из Евангелия, да, начиная от чудесного Рождества и заканчивая Вознесением, да, то есть это параллель непосредственно с Евангелием. То, что она не упоминается, как неглавный действующий персонаж, совершенно очевидно, да, потому что речь идет о богоспасительной миссии, 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 о богоспасительном служении Христа Божия человечеству, да, то есть биографические моменты в данном контексте они совершенно не принципиальны. Евангелие от Марка считается сохранившимся вот в своей полноте на сегодняшний день, по крайней мере, скорее всего, в самом древнем, там вообще идет с выхода Христа на проповедь. Там о Рождестве просто нет, в принципе, ничего, да, то есть вот вышел там Иоанн Креститель в пустыню крестить, и приходит к нему Христос. У Матфея и Лукани просто пытаются заглянуть раньше, да, потому что они выбирают, как я уже буквально только что сказал, описание классических героев, да, или исследование описания классических героев как образчик для своего Евангелия. Мы здесь можем только отнести к традиции. Почему они не упоминаются, понятно. Как устанавливается ее культ, и как устанавливается ее почитание в церкви, как традиция иконописная меняется, прочее, это уже дела византийского богословия, и ее совпадает культ, конечно, с монофизистскими спорами, да, Бога родится или Христа родится, да, вот эта полемика с монофизитами, первая такая мощная ересь, которая потрясает всю церковь, это орианство, да, которая учит, что Христос просто человек, что это творение, вот, и так, если очень упрощенно и очень грубо, другая часть, the other side of the argument, extreme, да, другая экстремальная часть – это монофизитство, да, которое отвергает подлинную телесность, да, или человек, или подавление человечества во Христе Божеством. И, конечно, в контексте этого появляется необходимость и обсуждение Богородицы, да, как совершенного человека, который дает, является инструментом рождения еще более совершенного человека Христа, да, который делает акцент на человечестве, да, потому что без нее, как бы, без акцента на ней невозможен аргумент о человечестве Христа. На Западе, конечно, в гораздо более позднее время нам даже зайдет, что она является соискупительницей, да, или тоже, что в ней никаких там личных грехов не было и прочее. – Непорочное зачатие. – Непорочное зачатие. Ну, непорочное зачатие – это вообще совсем XIX век. Но, как бы сказать, примет другую экстремальную форму. Но до начала богословских споров акцент, конечно, делался на искупительной жертве Спасителя. Но богословские споры выводят, так сказать, на арену повествования. И Божией Матери, безусловно, какой-то ее культ существовал. Но говорить о том, что она каким-то образом очень почиталась или была активно задействована до IV века, довольно сложно. Конечно, в катакомбах есть изображение, самое раннее, считается, 180-210 год, пресцилла, да, где Божья Матерь сидит на троне с Младенцем Христом. Это указание на звезду, пророчество, что Дева в очреве зачнет и родит Сына. Но это не, собственно, культ Божьей Матери. Поэтому я, к сожалению, не берусь вам совершенно четко ответить, но скорее появление ее вот в таком обширном контексте в христианской церкви – это скорее результат споров о божествеле человечества Христа в дальнейшем развитии уже христианской церкви вне библейского контекста. Лучшее, что я могу так сказать. Андрей, я вижу, ты включил микрофон. Какой-то вопрос у тебя был? Да, у меня есть вопрос. Да, давай. Я сегодня себя ловил на этой мысли. Ну и вообще, как бы этот вопрос, он регулярно у меня возникает. Я думаю, у многих где-то грань, когда наше отношение к тексту Евангелия, да и не только к тексту Евангелия, вообще и к Библии, и там, не знаю, к церковному преданию, к преданию отцов, да, должно быть таким отношением как к каким-то буквальным историческим событиям, и отношение как к неким концепциям, символам. Вот мы сегодня даже когда говорили, да, вот звучало, что он, конечно же, он не буквально сошел в ад, а это некий символ того, что он пошел спасать человечество. Нет, нет, извини, пожалуйста, сошение в ад – это богословская, абсолютно богословская концепция. Это просто я сказал, может быть, я не, извини, пожалуйста, не четко выразился, но сошедствие в ад – это вывод, или так лучше сказать, вывод сокрушения ада и вывод всех праведников, да, то, как мы исповедуем нашу собственную участь, то, как мы исповедуем участь всего человечества, и как мы говорим, что Христос является спасителем всего человечества. Что такое физический или метафизический ад, и каким образом божество туда спустилось, мы этого, безусловно, не знаем. Извини, я просто продолжаю своим вопросом, я просто небольшую коррекцию хотел внести. Да-да, я понимаю, да. Если я попал, где та грань, да, где та грань? Да-да, где та грань, потому что можно же уйти, как бы, слишком сильно в такое буквалистическое понимание всего, да, в боец. Либо можно уйти, наоборот, в такое, что там… Ну, Андрей, да. Религия есть любовь, и все остальное, ерунда, не надо причащаться. Я с тобой полностью согласен. Грань для всех разная, на самом деле. Я тебе скажу так, что… Изначально библейская экзегеза, изначально библейская экзегеза, была две школы, так сказать, историческая и аллегорическая. Они сходились в ней, сходились в одном, что повествование – это правда. Как мы будем понимать эту правду, или попытку буквального восприятия того, что описано, или это все образность, было глубоко вторичным. В поздней античности и в Средневековье в силу, так сказать, и массовой неграмотности, и, в принципе, оскудения интеллектуальной жизни в церкви, стал превалировать подход буквалистский, где традиция в силу отсутствия чтения Священного Писания и его изучения стала очень часто превалировать над значимостью слова. И если мы говорим, поскольку мы говорим в русскоязычной среде, то XIX век, как последний этап свободного существования церкви, он видит в себе два элемента. Элемент такого благочестивого язычества, с абсолютно буквалистским восприятием и очень вольной то, что мы сейчас называем в протестантском смысле библистики, которая в отсутствии археологических памятников, литературных свидетельств и прочего-прочего все, в принципе, не то, что уж совсем отвергала, но смотрела намного сквозь пальцы. Вот сто лет назад, например, подтвердить, что храм гроба Господня имеет хоть какое-то отношение к исторической могиле Христа, было практически невозможно. Это была вот традиция. Вот я тебе пришел и сказал, Андрей, вот здесь Христос воскрес, это такая традиция. Но и сейчас я тоже не могу сказать, это действительно традиция. Но сейчас я тебе могу показать, что тут было кладбище, да? Сейчас я тебе могу объяснить, почему это находится в городской черте. Сейчас я тебе могу показать кораблик до Константиновского периода, выбитый графита в армянской части еще до того, как мать Константина Елена приехала и начала строить храм в воскресенье. Сто лет назад этого ничего не было, поэтому, с одной стороны, подход был гораздо более радикальным, минималистическим, что все это образность, ну там что-то такое было, но что было, мы не знаем. Или была абсолютно традиция, все это написано, так и было, и противоречий никаких нет. Если ты даешь вопрос, то сам дурак. Но за последние сто лет наука очень сильно развелась, и благодаря этому появилась возможность задавать вопросы, находить на них определенные ответы. И пытаться увидеть в тексте не только повествование, но и попытку писателя, Евангелия заложить какую-то определенную пасторальную или символическую идею, которая помогла бы, с точки зрения того контекста, в котором это писалось, твоему пониманию и приобщению к тексту. Большая ошибка воспринимать, как многие такие более радикальные протестанты, что если это слово Божие, то оно должно полностью соответствовать исторической действительности, потому что если оно не соответствует исторической действительности, значит, это ложь, а если это ложь, то значит, не слово Божие. Это абсолютно неправильная формулировка. Это абсолютно неправильная формулировка, потому что Священное Писание принадлежит абсолютно определенной эпохе, написанной для определенных людей, и в нем, конечно, заложен универсализм, нужно понять, как сказать, исходные позиции. Опять же, первые 300 лет никакого Писания практически не существовало. То есть да, уже были Евангелия, да, уже были письма апостолов, да, уже были какие-то пастырские наставления, да, были книги того, что мы будем называть Ветхим Заветом, но прецедентом над сборником книг священных была община и было определенное действие. То есть Библия – это продукт общины. То есть Библия, община определяет, что является основным ее фундаментом, скажем так. И спор о Писании – это спор не о действенности, недейственности, а это спор о, по большому счастью, власти, власти какой власти и правильности ее интерпретации, которая бы подтверждала морально-этические и поведенческие нормы внутри общины. Где провести ту четкую грань? Четкую грань – это твое соответствие приятию сообщения о том, что Христос воскрес, воистину воскрес. Которую ты запечатлеваешь той самой необходимой частью традиции, что делала христианскую общину общиной и это причастием, несообразным образом своего повседневного действия. Книга, Евангелие, деяние или Писание, или еще что-то, являются тебе помощником и определяются как путеводной звездой в твоей повседневной жизни. Ведь даже чтение Евангелия по воскресеньям в церкви, это ведь не чтение просто с первой там по 24 главу Евангелия от Луки и дальше Иоанна, потом опять возвращаемся к Матфею, к Марку. Это большей частью, большей частью такой эсхатологизм, ожидание пришедшего царства. То есть даже употребление Писания за церковным богослужением это не просто чтение в воспоминании того, что Христос сделал, вот произошло очередное чудо, потому что мы о чудесах читаем гораздо больше, чем там каких-то моральных притчах или о том, что Христос учит. Да? То есть нет смысла даже читать как бы из всего Евангелия. Это контекст общего, общей структуры как порядка богослужений, так и жизни христианина. День Господень это Господень знаменуется чудом, это день вознаграждения, это день отдыха, это день торжества. Поэтому, опять же, когда мы отвергаем возможность анализа, или мы не отвергаем возможность анализа, но ставим под вопрос, а нужно ли таким образом анализировать, даже в древности церковь подходила к Писанию, не сказать, что либерально, но совсем неоднозначно. Совсем неоднозначно. И вот аллегоризм какой-то определенный, он у многих писателей присутствовал, важно было достичь определенного результата в повседневной жизни верующих. Не контроля над ними, а чтобы мысль дошла. То есть, вот когда я говорю про те же самые 30 серебряников, про эти монетки, которые я показывал, дали ли Иуде 30 серебряников или нет, является вторичным по отношению того, что является контекстуально важным. Христос Новый Моисей мы вышли из-под сени смерти. Евангелие пишет уже в христианской общине идет переосмысление праздника Пасхи, идет переосмысление причащения, как жертва ягненка, принесенная в храме на жертву самого Христа, но при общении тем же образом, путем поглощения продуктов, хлеба и вина, как образ действенной тела и крови, не метафоричной. реальность присутствия под этим видом. И, соответственно, в повествование вкладывается то, что вполне могло быть, но что не обязано быть в тексте. Этот элемент вводится для как бы тебе сказать, большей подсказки удержания и привитию определенной к тому времени уже существующей традиции. Какие у тебя книги есть почитать, кроме Евангелия? Ветхий Завет. В Ветхом Завете ты читаешь про Иосифа, тебя в церкви об этом проповедуют. Поэтому, когда ты слышишь про Иосифа, про третий серебряников, у тебя сразу понимается повествование об Иосифе и пребывании в плене, и вот Христос нас вывел из этого самого плена, как Моисей в свое время вывел древних израильтян. Есть ли здесь какая-то натяжка? Для человека, который писал и для человека, который читал, абсолютно никакой. Для нас, которые живут в мире гораздо более определенных вещей, это действительно служит каким-то образом впечатлением. Так вы хотите сказать, что не было третий серебряников, а как же там на Афоне или где-нибудь еще показывают 29, и еще один в Милане находится или еще как-то. Такой наивно-реалистичный подход. В нем нет ничего плохого. Тут бы, казалось бы, так можно было ответить, что вот что для кого работает, то и слава Богу. Главное, чтобы предание не заслонило от нас живость этого самого текста. Вот когда Катя чуть-чуть раньше спросила, а как же вот разница в этих самых повествованиях, ведь когда эти четыре Евангелия были сведены в одну книгу, то есть частью священного канона, ведь люди же писали и как-то организировали, а что включать в него, что не включать. Неужели они не знали об этих, скажем так, внешне существующих противоречиях? Нет, для них важен был, важна была любая крупица, любой рассказ того, что же произошло, потому что это было самое дорогое. Проповедь была первична, вхождение в общину было вторично, а уже потом, так сказать, преподносилась вся существующая в тот момент традиция, начиная там от почитания мощей и заканчивая самым важным, то бишь, чтением священного писания. Для нас сейчас мы взяли Евангелие в руки, прочитали, впечатлились и решили идти креститься, да, но исторически развитие событий, оно было, оно было инаковым, оно было инаковым. Важно было доказать, кто такой Христос. Это, опять же, отсылка к Ветхому Завету, потому что в нем исполнение пророчества. А как мы знаем, что исполнение пророчества? Вот потому, что он воскрес, а воскрес после пыток, а воскрес, и он, пытки были после проповеди, а проповедь была после его, так сказать, инаугурации к служению. То есть, какая-то последовательность, какая-то последовательность действия, которая отображает не просто человека, который был убит и воскрес, а который важен для смерти, который важен для воскресения, который важен для нашего спасения. Где-то грань. Опять же, повторюсь, что у каждого она разная. У каждого она разная. Восток выбрал буквализм и в своем буквализме ушел от Писания очень далеко, потому что отвалился в сторону культа и почитания отеческих гробов. Запад пошел совершенно другой дорогой, Запад пошел более интеллектуальной дорогой и от почитания отеческих гробов в традиции отказался практически полностью пока не в протестантской форме. вот соло-скриптура, только Писание, вне контекстуальное его толкование, да, и там, и там все-таки при всем присутствует глубокая вера. Что лучше, что хуже, я не берусь судить. Я не берусь судить. Просто невозможно игнорировать какие-то определенные вещи, потому что мы действительно очень много знаем. И человек, который соглашается исключительно с буквалистской интерпретацией Священного Писания, когда он сталкивается с реальностью, который сталкивается с реальностью, скажем так, и противоречием ему кажущимся между Священным Писанием, буквалистским подходом и тем, что на сегодняшний день известно, для него это служит большим смущением. Или он вообще от этого всего закрывается, говорит, что это провокация, подделка или теория заговора, или он теряет веру. Вот человек совершенно рационалистическим складом, он не в состоянии воспринимать церковь в ее историческом развитии. Не потому, что она противоречит, а потому, что нет вот этой вот вакцины, в принципе, традиции, потому что самоописание – это же часть традиции. Самописание – это же часть традиции, основная часть традиции, самая важная часть традиции. Поэтому, когда… Как вот этот новый появляющийся фактический материал интерпретировать в понятном, доступном ключе, который бы веру в нас не убивал, но, воборот, ее возгревал? Вот сказано, что один храм в Иерусалиме, и все, и точка, а все остальные безбожники. А как же быть точно с таким же культом в Тель-Дане, Верхней Галилеи, и с храмом там? Я вот про поросенка рассказывал, который нас там чуть не сожрал. Но мы как раз тот храм смотрели ездить. Почти не сохранился, но там все то же самое, что в Иерусалиме. А еще вдруг оказалось, что такой же храм был в Египте. Потому что там стоял контингент израильских наемников, солдат, и у них был свой храм, чтобы приносить жертву. А еще один храм оказался в Толя-Раде, в этом самом, в Нагиве. То есть, если подходить с точки зрения библейской критики, это все чуже, это все придумано, это все ничему не соответствует. Но если подходить с точки зрения традиции, это все прекрасно вписывается в какую канву? Что это приведение нации к одному началу, к одному центру, к одному пониманию. Это выковка нации идет. Это проекция, так сказать, героического прошлого во имя продолжающегося будущего. Я не хочу называть это ложь его спасения, это переосмысление всего бывшего. Вот они сидели в Вавилонском плену и думали, а почему же так было, почему же так случилось? Так, наверное, вот потому, что так случилось. И потому, сообразно мы и книгу пишем или понимаем совершенно определенным образом, что не надо было, чтобы было это разделение. Нужно, чтобы мы были одни. Были бы мы одни, нас бы там не победили. Были бы мы одни и молились, как полагается. Все было бы у нас хорошо. Так вот, чтобы такого в будущем не было, давайте уж так придем к одному, так сказать, определенному знаменателю. Минимализм и максимализм. Даже в археологии есть такое понятие, в библейской, то есть минималисты, которые говорят, что ничего не было и вообще любой найденный горшок может быть интерпретирован так или иначе. Максималисты, которые во всем видят, чтобы не нашли подтверждение в библейской истории так, как она написана. Правда, она, конечно, всегда посередине. Вот даже с теми же самыми десятью заповедями. Что такое десять заповедей? Четыре любви к Богу, шесть любви к ближнему. Ну, это ж богословски-то и морально. Ой, как приятно, нас в семинарии этому учили. А вот открою книжку по библистике, там тебе скажут, что два завета это два варианта, не два варианта, а две копии одного и того же контракта. И это становится с богословской точки зрения еще большим восторгом получается, что Бог входит в контрактное отношение, в обязательное отношение со своим творением. то есть, может быть, исторически это просто было упоминание о легальном документе, вообще рассказ ни о чем, да, то есть, это вот такой культурный контекст. Но может, священное писание каким-то образом мы постараемся понять, вот как меняется наше восприятие с каким-то со временем, да, то есть, как меняется культурный контекст, как меняется восприятие. И мне кажется, в этом есть тоже определенное благословение. То есть, мы привыкли, мы привыкли, что все совершенно однозначно. А оказывается, что неоднозначно и очень часто путь к Богу мы должны искать и прокладывать для себя сами и приходить к определенному пониманию, что же, а что же это значит для нас. Вот церковь учит, церковь учит правде, да, в проповеди. Но в буквализме или восприятие или, так сказать, в библейской критике, я ведь когда подходил, я вначале еще сказал, что есть масса проповедей там святых отцов, которые каким-то образом что-то интерпретировали. Я тоже не отказываюсь от нее никаким образом. Я почему привожу образы там от иконографии, от священных, значит, от традиций, там проповеди и прочее. Я, кстати, вывесил книжку, очень интересный сборник, безумно дорогой, правда, на английском языке, как раз вот восприятие церкви праздника при половине, то есть половины Пасхи, вознесение Пятидесятницы, да, в поздней античности. Но что-то было в определенном историческом ключе, в определенном историческом контексте. Поэтому я не знаю, здесь если есть грань, а если она есть, то она для каждого разная. Она абсолютно для каждого разная. Для меня, например, было шоком, когда я в первый раз прочитал, что там ангелы, может быть, пастушкам там и не являлись. Но, с одной стороны, если они являлись, то какое-то отношение имеет ко мне. А если это концепция, то это концепция и выражение правды высшей, да, то есть когда речь идет о Божественном Откровении и вводим меня лично в Божественное Откровение, является гораздо более утверждением, приглашением к диалогу. Да, то есть мы приходим и это нас ждут. Это не нам рассказывают, а это для нас, это про нас. Вот, наверное, где-то так. А рождение в Вифлееме смиренный царь рождается в образе раба. А вот конфликт там, вот он в Назарете родился или в Вифлееме, да это защищает традицию. Но, если сказано, что в Вифлееме, значит, в Вифлееме приходили ли в Назарет или жили не сперва в Вифлееме, потому что в Назарет после бегства в Египет. Но это не является никакой особенно принципиальной вещью. для меня важно, что вот построение того, кто за меня умер и за меня воскрес, идет сообразно той конве ожидания в среде Израиля, в среде иудейского народа вот этого избавления, вот исполнения этого вечного пророчества, вот тех самых законов и пророков, на которых Писание бесконечно ссылается, сам Христос бесконечно ссылается. Гораздо проще себя ограничить и сказать, вот это все как написано, вот это так все и было, но мы уже знаем, что так не было. Просто невозможно не свести все в одно. Буквальный подход, то есть то, что literary application по-английски называется, он на сегодняшний день уже, к счастью или к сожалению, просто в принципе невозможно. а что нам с этим делать? Отказаться? Перестать верить? Или попытаться понять, каким образом для нас, людей, живущих сейчас и знающих то, что мы знаем, это является той же спасительной правдой и тем же благословением, как это являлось для людей, которые жили сто тысячу и там полторы тысячи лет назад. Я знаю, что я не отвечаю на твой вопрос, прости. Не-не-не-не, на самом деле ну как бы какая-то попытка ответить, но я сам как бы к этому такому тоже прихожу, у меня к этой теме оно с течением времени отношения тоже меняется, но просто есть же слова небо и земля придут, но слова мои не придут, ни одна черта, ни одна йота из закона не придут. Вот как бы ни одна черта, ни одна йота, да, это фактически указание на то, что все буквально должно исполниться, все буквально действительно происходило и все именно так оно и было до последней малейшей детали, правильно? Да. А потом мы начинаем обсуждать, да нет, ну конечно же, там даже, ну там священники и какие-то богословы, да конечно же Господь там не двигал горы, хотя написано, что вроде движется гора-то, так она двигалась или не двигалась? Мне кажется, правда где-то в чем-то в другом заключается, так же, как я тебе сказал, с тремя днями и с одиннадцатью апостолами. мы под какими-то литературными формами, литературными изъявлениями, а что из закона Христова пришло? Что является законом Христовым? Что не придет? Вот это тоже хороший вопрос, что именно? Что именно не придет? Что является краеугольным? Вот Дмитрий, кстати, мой очень любезный совопросник, задал замечательный вопрос, вот где-то разница. Я ему очень благодарен за этот вопрос. Вот что можно, а что нельзя? А где вот православие? Вот во что верить, а во что не верить? А что является православием? Вот оставь все в стороне. То есть, если я сейчас тебе начну... Господи, зачем мне тебя? Ты-то как раз, может быть, и знаешь ответы. Вот я, например, не знаю. Там погонять по богословским постановлениям семи вселенских соборов. Я окажусь виновным во всем. Я не знаю православного учения. То есть, я знаю, но я не знаю. Я тебе скажу, что большинство моих коллег не знает. А если мы начнем говорить о монофизистских, монофилистских формулах, так там вообще я тебе не буду вслух говорить, кто ногу сломит. Вот это является ли православием? Или принадлежность к традиции, которая определяет это православием? Или жизнь во Христе и вера в воскресенье? Неотвержение и принадлежность к общине на основе вот этого исповедания, наверное, делает тебя православным. о незнании или незнании каких-то богословских постановлений византийского времени. Так вот, это и не приходит. И потому мы также идем ко гробу и верим, что это гроб, хотя на нем не написано, что... Нет, сейчас на нем написано. Знаешь, как говорят, по телевизору же сказали. Да? Но мы идем, потому что вот эта вот традиция, мы надеемся, что вот здесь было явлено и видим какую-то промыслительность, промыслительность действия Божия. И я часто езжу в Святую Землю, дай Бог, это тоже скоро восстановлено. Сегодня должен был бы улетать из Иордании. Но неважно. Я каждый раз, когда приезжаю, я ужасно вдохновляюсь. Паломники ждут от меня, что я им покажу скамеечку, на которой сидел Христос, и все ужасно расстроены, когда я не могу показать этой скамеечке. Потому что, ну, очень хочется вот так же потереться, понимаешь, посидеть там, поерзать, потрогать. А вот как? А вы думаете, это здесь было? А вот здесь целовать? Нет. Как нет? А где целовать? Ну, я не привилю, это вот буквально, да, буквально. Но для меня является важным, лично, как бы, для опыта личностного переживания, что я нахожусь там, где это все, в принципе, происходило. Было ли это два метра влево, два метра вправо, таким принципиальным не является. Но для меня является вдохновением, что я нахожусь, не то, что в принципе, где-то в образе, а я нахожусь в той самой иконе, которая из себя представляет Священное Писание. Это образ. И он тем самым превосходит правду, потому что он о моей жизни, обещании моей жизни. И детали могут быть самыми цветными, самыми классными. Главное, не потерять канулу, ради чего это все. Знаешь, такая загадка для детей школьного возраста. В комнате стоят 12 деток, у каждого детки по иконе. Сколько икон в комнате? Андрей, сколько икон в комнате? Стоят 12 деток, у каждого по иконе 12. 24, потому что каждый ребенок – это икона, образ Божий, человек. А, окей. Ну, это я не то, что посадил тебя на стул, а я просто хочу тебе сказать, что концепция заключается в жизни, а не в описании. Это все канва, ведущая нас к чему-то самому главному. И канва может быть история о мощах. История о мощах. Мы прекрасно знаем про подделки и про провокации, про что угодно в истории церкви. Но, с другой стороны, приобщение к чему-то, к чему прикасалась благодать и желание этого, она присутствовала в людях всегда. И во всех религиях. И христиане принесли тот же самый элемент. И ничего в этом нет. Но многое из того, что сейчас считается подлинными мощами, было копией того, к чему-то там, я не знаю, в Иерусалиме прикладывался. Это не повод для ерничания. Потому что ты пошел, ты пришел, ты гвоздь увидел, тебе копию кто-то дал, ты принес домой, а, так это и есть тот самый гвоздь, на котором Христос был распит. Вот это там 10 килограмм гвоздей, да, и все подлинные. Вот смешение образа, который говорит тебе о правде с самой правдой, он таит в себе как благословение, так и, как бы сказать, не хочется сказать слово проклятие, но и увод от истины. Вот мы с Дмитрием только что слышал вопрос, да, изображает ли Христа с ранами на руках или без ран на руках? Но этот вопрос-то на самом деле для иконописца очень серьезный, потому что человек придет в храм, что-то у него нет следов возделия. Наоборот, если Христос божеством в Аде, какие у божества раны? Ну, вот мы идем, уже переступаем богословскую ступень, когда мы говорим, что в нем природа человеческая и божественная не раздельна, ну, с исключением тех самых условных трех дней в гробу. Так как изображать? А и так, и так правильно. А и так, и так правильно. Не важно, была ли скамейка или нет, важно попытка и мотивация при общении к высшей правде, потому что это не рассказ о чем-то бывшем и далеко отстоящем и никакого к твоей жизни отношения не имеющим, а это побуждение к действию в той самой физической реальности, в которой находишься ты сам. Отец, у вас уже два с половиной часа, наверное, вы устали, и ваши московские зрители устали, поэтому вопросов, может быть, бесконечная череда, конечно, но если можно спросить последнее, это на будущее, если вы ответите в следующий раз, не прошу сейчас, это вопросы, в прошлый раз забыл вас спросить, как, по вашему мнению, какое, скажем, влияние могло оказать, ну, не писание и даже не церковное описание Христа, а, скажем, вот такие произведения, как Евангелие по Гегелю в жизни Иисуса философское, или как, например, даже пускай вот Булганкова, мастер Маргарита, образ Ишуа и Пилата, скажем, на вне церковной интеллигенции, но, тем не менее, привело к вере, потому что таких случаев поиска веры через даже того же Толстого, ну, просто колоссальное количество в наши времена, то есть 70-е годы. Ну, моя первая книга церковная была Лео Кассиль «Забавная Евангелие». Моя тоже, да. Потому что другой… Кассиновский, польский писатель, который писал библейские легенды, помните о том, правда или нет? Вот, у меня не было… У меня никакой книги не было, мне было интересно, мне было там сколько там, 12-13 лет. Вот, поэтому… Поэтому это вот было первое, что я вообще прочитал. То есть книга-то была вообще теистическая, как бы, да? Вот, но других не было, в доме библии не было вообще. Где библию купить было? Ну, у многих это «Мастер Маргарита», например. У многих это «Мастер Маргарита». То есть, ну, это побуждение. То есть, ну, опять же, нельзя «Мастер Маргарита» заменить само Евангелие. Нельзя Гегелем заменить Евангелие. Нельзя Евангелем Толстого заменить Евангелие. Ну, по словам апостола Павла, всем бы вся, я коньяки и спасу. Да, был всем для всех, чтобы хотя бы некоторые спаслись. Поэтому, что работает, то и слава Богу. Это не совсем правильный подход, но он, наверное, лучше, чем многие другие. Ну, наверное, лучше, чем многие другие. Вот, и… Ну, хорошо, мы поговорим на эту тему тоже. Мы поговорим на эту тему тоже. Но это образ миссии. Это образ миссии. Особенно, когда мы будем говорить о деяниях апостолов. Мы, конечно, не будем письма трогать, но послания, да, так называемые. Но я советую вам тоже посчитать. Они заполнены образами. Тот же самый апостол Павел, он великий, какое слово бы придумать, параллелолог, параллелолог. Он постоянно проводит параллели с повседневной жизнью. И образ из повседневной… Как у Христа в притчах, вот у апостола Павла еще в большей степени, да, там, как бегущий достигает венца. Так вот, насколько больше мы должны бежать за своими коронами, значит, этой правды. Кто знает, там, олимпийские игры, там, какие-то спортивные игры, и венки плелись из петрушки. А из вас, у кого огородики были, знают, если петрушку срезать, как быстро она увядает и засекает. Это даже растили в таких специальных… под специальными навесами, в тенечке, чтобы солнце не сожгло. То есть вот травку срежешь, вот веночек сделали, да, положили на голову, и через буквально несколько минут он уже вот опал, увял. Завял. Так он говорит, вот они бегут вот за этот венок, да, земной славы, и считается, что они что-то достигли, когда они этот венок получают. Так вот, как вы должны бежать за своей наградой, которая бегут за венком жизни вечной. Ну, если не знать, какую петрушку надевали на голову олимпийцам, то, конечно, это не имеет никакого вообще просто, в принципе, смысла и понимания. Вот, поэтому я… Мне лично не кажется, что путешествие вот такое вот конститутологическое… Кроме того, я скажу, говорю, что я же не пытаюсь противоречить, я просто пытаюсь немножечко дать, как бы, может быть, больше мотивации для вашего собственного изучения и прочего. Многие из ваших вопросов побуждали для меня самого, что-то, может быть, где-то в памяти у меня это было, но я не знал, откуда это все пришло, да. Но кто-то когда-то рассказал, что там вырвать кусок бороды то самое – это наказание за богохульство. А таки, да, это найдено. Это несущественный момент, но когда вот этим начинаешь заниматься, там, а свидетельство, кто сказал, там, два свидетеля, понятно, да, еврейский закон, все замечательно, а почему там вот у Иаира пошли родители, и апостолов было трое? Ну, мелкая деталь, мелочь вообще несущественная. Я сказал, ну, наверное, потому что все смеялись, а вот эти люди верили. И это имя под собой снова, да. Не хотите издать книжку, вот то, что вы сейчас сделали, чтение, толкование Евангелия, именно с такими, скажем так, ну, не совсем традиционными или, скажем так, популярными своими ответами, переживаниями, впрочем, это ведь очень важно. Потому что вот вас прослушали 30 человек, это замечательно, ваша аудитория 30 или 40, но если вы издадите книжку, я уверен, она может пользоваться очень большой, скажем так, ну, популярностью, спросом окажет пользу и на русском, и на английском языке. Ну, не знаю, может быть, в один день, когда состарюсь, когда борода поседеет. Ну, лучше раньше, чем позже, мы не знаем, когда мы состаримся. Нет, я не претендую, никогда не состаримся. Я не претендую ни на какое, как бы сказать, знание. Я вам скажу, совершенно, так сказать, под записи, не таясь. Когда меня епископ попросил преподавать в семинарии Библию, я на него посмотрел такими широко открытыми глазами и сказал, Владыка, я еврейского не знаю, я греческого не знаю, вы хотите, чтобы я преподавал Писание? Потому что, я считаю, конечно, это катастрофа, когда человек преподает Писание, не зная библейских языков. Ну, кроме русского, конечно, как мы знаем, самого главного из библейских языков. Он говорит, ну, ничего, покажем фотографии из Святой Земли. Мне что-то как так задело, там, ну, ничего себе, фотографии из Святой Земли. 14 лекций по 3 часа каждая, это же не напоказываешься фотографией. Вот. И я решил сделать то, что я могу сделать, это рассказать о Библии в контексте. Рассказать о Библии в контексте. И когда я начал изучать, для меня это было, особенно Ветхий Завет, абсолютно неизвестная территория, потому что буквально, говорю, в семинарии преподавания Священного Писания фактически, когда я там учился, не было. То есть, часов было много, содержание полностью отсутствовало. То есть, один преподаватель мог сказать, что, ой, так это же Библия, как вы можете так говорить? Ну, собране сирохолдейских сказок ваша Библия. Другой мог сказать так, что голубь при крещении. Одни говорят одно, другие говорят другое. Третье, конечно, это был просто голубь, который летел по своим делам. Ставишь голуби в галстуке, там, с тросточкой, в колпачке, куда-то летит по своим делам. Причем, кто были первые, кто были вторые, кто были третьи, было совершенно неизвестно. Вот. И для меня было, конечно, как много нам открытий чудных, готовит просвещение дух. Но вот эта вот история моего путешествия через Священное Писание, я, конечно, наверное, много предполагаю, что еще многие нормальные, вменяемые, образованные библиисты не согласятся. Но, опять же, я не отвергаю действия Духа Божия в человеческой истории. Для меня всегда важно, что в моей пастырской деятельности, что в реальной жизни человеческий элемент. Да? Вот эта вот реальность моего субъективного опыта. И каким образом я могу это донести до окружающих? Каким образом я могу сказать, что мне важно, потому что это важно не только для меня, но и для людей, которые вокруг меня. И вдруг вот то, что меня особенно задевало, что в воскресных школах, которые здесь есть, в каждом приходе, где есть дети, преподают деткам маленьким вот все эти сказки, да, из Ветхого Завета, которые воспринимаются ими как сказки, а когда они взрослые, то они понимают, что это все сказки, уходят и ищут для себя какие-то другие откровения, никогда даже не слышав о Христе, а церковь-то христианская. Но они прекрасно знают, что там было два жирафа, два слоника, что Иосифа был цветной халатик, что Адам с Евой ходили с фиговыми листочками, вообще все было хорошо. И все, о Христе никто не слышал в большинстве своему. Поэтому, конечно, когда достигать взрослого возраста, все это становится на один уровне с Санта-Клаусом. Помните, как там был выпуск городка, что там писали письмо Деду Морозу, сказали, что Деду Морозу нет, написали тогда письмо Богу, вернулось письмо за отсутствие Мадресата. Да? Вот на таком уровне примерно идут все эти рассуждения. А я думаю, подожди секундочку, ну не может же быть такой ерунды. Конечно, понятно, что там какие-то современные антропологи могут сказать, что вся религия это какая-то галлюцинация. Но я не верю в том, что люди, которые смогли выжить, размножиться и от львов убежать, только галлюцинировали без конца. Не может быть такого. Должна быть какая-то высшая правда. И вы знаете, вот елки-палки, вот все совпадает. Вот все ведь совпадает. Просто разница в том, что Священное Писание пишет не о том, как было, а как надо. Вот вся разница. А вся эта античная литература, она исполнена тех элементов, которые сейчас подтверждаются антропологией и археологией. Уж насколько это будет натяг или притяг, я не знаю. Но там вот, например, то же самое положение рая, и вот эти вот храмы, которые опровергивают, происхождение классическое определение религии, когда храмы начинают божествам, антропоморфным божествам строить собиратели, то есть до людей, которые еще не начали вести оседлый образ жизни. Ведь религия – это что? Это кастовость. Люди селятся, происходит неолитическая революция, люди селятся, начинают сеять хлеб совместно, у них появляются излишки, так сказать, сельскохозяйственных продуктов, у них появляется иерархия, как и в этой иерархии появляется религия. А вот то, что храмы находят, ну, сперва, в течение долгого времени был один, в Габи-Гли-ТП, но появились много других, которые говорят ровно противоположное, что вот люди, еще не начавшие вести оседлый образ жизни, начали строить храмы. И что одомашнение животных и первые посадки культурных, да, то есть культур зерновых произошли, условно говоря, в одной примерно той же самой местности, вот в Нагорьях, юго-восточной Турции. Да? То есть вот представление, в принципе, о начале цивилизации, как мы ее знаем, ну, условно говоря, западной, там, не знаю, не буду говорить за Китай и Индию, но то, что вписывается в какой-то библейский контекст, совпадает с местом нахождения рая, куда селятся Адам и Ева. Адам и Ева как концепция отступления того, что могло быть заветным отношением с Богом и отпадения, но в то же время вот понятие об этом райском бытии и откуда их изгоняют, оно как бы вот этой концепции переворотом и осмыслением и каким-то примитивным богослужением и началом произрастания волчцов оно в общем-то совпадает. Казалось бы, люди жили вместе, люди жили дружно, у них было больше еды, они должны быть большими и красивыми. Так вот, большими и красивыми стали в конце 19 века по отношению к того, что случилось на элитической революции. Люди были во, с копьями бегали, бананы собирали, были, в Андрея не видел, такой высокий, статный, крепкий, молодой человек, вот такими были. А потом стали жить вместе, есть больше и стали маленькими пигмеями и достигли того, что было десятки тысяч лет назад, только в 19 веке. А Библия что говорит, что только Адама и Сьева выгоняют из рая, где они занимались сбором бананов ничем больше и отдыхом, о том, что проклята земля за тебя и в поте лица своего ты будешь сеять хлеб, и она будет тебе родить волчцы. Ничего не напоминает из того, что я только что рассказал? Я говорю, опять же, это можно назвать притягом за уши, но для меня это свидетельство того, что библейский нарратив вне отрыва от каких-то временных рамок, он в себе несет память человечества. память о том самом потерянном рае, память попытки находа того самого богообщения. И это можно интерпретировать очень по-светски, атеистически, что это, или антропологически, что это исключительно действительно изображение человеческой памяти и ничего, но для меня это является подтверждением моих личных убеждений, я считаю, убеждений моей паствы и моей иерархии, хотя это очень нетрадиционный подход, но мне кажется, это тем больше правды в том, чем мы говорим и учим, потому что даже вот на таком антропологическом уровне и археологическом уровне мы подтверждаем то, с чем мы сталкиваемся в Священном Писании, и что не имеет никакого смысла, кроме присяги на священные традиции, что вот так вот было, хотя мы знаем, что так, если уж говорить, не было. Но если вот в таком контексте рассматривать, то да, почему нет? Здорово же, да, там, или эпоса Гельгемеши и Энкиду, да, когда один царь над людьми, а боги видят, что там грустит и создают других людей. Погодите, так он же уже царь над людьми. Не читали? Нет? Читаете, очень интересно. А потом вдруг выясняется, так сказать, непреложная правда, что людей-то было много разных. когда мне выдали советскую энциклопедию образца не то 52-го, не то 58-го года, там было написано, что сперва были неандертальцы, потом были карманьонцы, а сейчас, оказывается, они вместе жили и даже скрещивались. А как вот это вписать в библейскую канву? Очень много вопросов. Просто, если немножко, так сказать, поразмыслить, то, мне кажется, ответа на все, ну, если не на все, то на многое найти можно на самом деле. Если не фиксироваться на буквалистском восприятии. В исторической церкви буквализм в большей степени все-таки был не свойственен. Даже изначально интерпретация до шести днях творения. За редким исключением кто-то говорит, что это речь шла о шести днях. Редким исключением. Когда мы говорим о Василии Великом, то это скорее натяг. Все остальные интерпретируют это очень либерально, очень вольно с точки зрения современной буквалистики или там фундаменталистики. Потому что Земле шесть тысяч лет. Да? Из чего это следует? У нас церковь так не учит. На самом деле у нас нет официального учения как человеческой цивилизации, так и вообще происхождении всего в плане временном. Поэтому мы говорим, что наука с религий не пересекается. Буквализм свойственен людям, которые берут Библию и начинают толковать действительно просто ответ свои и считают, что если правда, то вот как в газете правда в передовице написано, так, значит, вот так вот оно и было. А оно так совсем, может быть, и не было. Это очень тлен урок. Это притча, в которой ты себя видишь. Это притча, в которой ты себя видишь. Это рассказ, который вовлекает тебя, как вихрь, да, как там Элли с домиком, да, которую вот этот вихрь поднял и куда-то перенес. Когда ты становишься такой существенной частью вот этого всего происходящего. Когда ты имеешь непосредственно к тебе отношение. Когда ты не зритель, наблюдающий за всем этим со стороны, а ты непосредственно участник всего происходящего. А было ли это, не было, оно уже, оно принципиально, но не до такой степени принципиально. Оно принципиально для расширения твоего понимания, для приобщения, для уверения, но не для того, чтобы ломать из-за этого копья и говорить, вот как именно было, где же эта скамеечка стояла, вот здесь вот или вот здесь вот. Важно, что здесь Христос был, а была ли там скамейка или нет, вторично. Вы знаете, как лица с таким расстройством сразу. Вы хотите сказать, что здесь не было скамейки? А если ты приведешь кого-нибудь в синагогу, а что вы нас по синагогам водите? Я говорю, а где по-вашему Христос проповедовал? Ну, как, где? Смущение сразу, да, такое. На горе. На горе, ну вот, не только на горе, там и на горах, и на долах, приводишь в развалины византийской церкви, а где иконостас? А где целовать? А где свечи жечь? Мы, я много раз об этом говорю, я не хочу, чтобы складывалось так, знаете, как отцы наши ели, а во рту у нас привкус, да не будет. Не хочу, чтобы это звучало каким-то бесконечно повторяющимся, повторяющимся упреком. Мы действительно заложники многих представлений того, что мы каждый раз видим. Но человеку свойственно рождаться младенцем и вырастать там в прекрасного статного юношу или там в замечательную красавицу девушку, которая отличается от этих маленьких там толстощеких клопов, которые мальчику на девочек похоже так, что не отличить сразу. Все существует в какой-то прогрессии. Мне кажется, здесь никакого отступления или прегрешения нет. Никакого прегрешения нет. Вот в защиту традиции, да, я же говорю, что тысячу лет, две тысячи лет почти что, приходили люди молиться на место, которое почиталось как место распятия и погребения Христа. Фактически два в одном для тех из вас, кто не был рядышком совсем. А потом раз и вот нашли какие-то такие вот подтверждения этому. Сейчас там вот реставрация была как-то пару лет назад. Вот нашли ложе действительно этой гробницы. То есть теперь мы знаем, что внутри этой маленькой часовенки, в которой нет, пещеры нет. А где же пещера? Так нету ее. А что же вы говорите пещера? Ну так снесли пещеру, построили место для молитвы. Вот это часовни разобрали. И да, действительно, там остатки пещеры, остатки этого ложа, это все нашли. Ну, об этом же никто не знал. Просто было там 500 лет назад, 700 лет назад. А что там до этого было, как там до этого было, кто знает. А потом когда кораблик нашли, там вот это вот кладбище нашли, там еще что-то нашли. Там неподалеку нашли остатки сада в другом месте. Не являются людьми по генотипу. Наш преподаватель в 2017 году говорил, что по последним научным данным неандертальцы не являются людьми по генотипу. Это спекуляция многолетней обоснования атеистов. Не знаю, у нас 2% генома неандертальцев в каждом из нас. Если вы так сморщились, тоже на неандертальцев похожи. папа мой еще больше. Так что пожалуйста не отбирайте у меня моего наследия. Потом неандертальцы у них была и религия и разговор и скорее всего песни и культура и искусство и все. В очень примитивной форме то, что на сегодняшний день найдено, но это уже подтверждено. То есть они могли быть не теми же самыми карманьонцами, что неандертальцы, но это были люди именно так, как мы людей себе представляли. Это не были обезьянты, не были животные. Это были разумные чувствующие существования, вплоть до религиозных представлений. Поэтому все представления очень быстро меняются на самом деле, чрезвычайно быстро. И можно либо скандалиться и от всего отказаться и уйти просто куда-то ворону. Можно каким-то образом это попытаться переосмыслить и разглядеть, что же является для нас важным, каким-то образом в эту важную канву мы можем встроить все остальное. Ответов на многое нет. Этому не надо смущаться. Мы пытаемся сказать, что у нас на все есть ответ. Вы, наверное, слышали мне много раз, когда говорю, вы знаете, я не могу вам ответить. Я не могу ответить, может быть, никто вам не может ответить. Это тоже здорово, потому что всегда ставится какое-то поле для изучения, для деятельности и всего остального. Мы знаем то, что необходимо нам для нашего спасения, как люди верующие. Вот это самое основное, что нужно помнить. в этом есть православие, что мы знаем, что для нас является определяющим. Мы знаем, что для нас важно. Мы знаем или должны пытаться призваны быть к тому, чтобы узнать Христа рядом с собой, в себе и быть Ему подражателем. Все остальное прекрасно, замечательно, важно, но в то же время вторично. Кто из нас выберет вторичным, так флаг ему в руки и Бог благословит. Здорово. Ни слова критики абсолютно. Но в то же время это не должно идти от ущерба или в ущерб самому основному. Благовестию воскресения, нашему приобщению к этому воскресению через причастие, нашей принадлежности к церкви и, конечно, принятию учения о том, что же, кто же, зачем же и почему же. Там все остальные детали. Ладно, дорогие мои, я вам очень признателен, у нас осталось всего три минутки, пока нас все разъединит. Христос воскресе, спаси Христос за ваше присутствие. Я прошу прощения, если на некоторые вопросы не смог ответить кратко и четко, но на некоторые вопросы у меня самого нет ответов до конца. Поэтому я говорю, называю то, что я делаю, не лекциями, а нашими беседами. В которых я очень благодарен, что вы принимаете участие так постоянно и добросовестно. Мы продолжим наше странствование по писанию деяниями апостолов. Вот я пообещал Андрею и всем вам, что я расскажу про историю Таинства Евхаристии. Также мы поговорим о Туринской плащанице. Вот, наверное, будут две следующие лекции. Если у вас еще есть какие-то темы, то, пожалуйста, присылайте, от нас будет вместо такого перерыва. А потом мы подойдем вплотную к чтению Деяния апостолов и начнем продолжать говорить. Я в прошлый раз говорил, что я беседую с несколькими людьми, которых я попросил брать лекции, предложить какие-то лекции на разные интересные темы. К сожалению, большинство из них англоговорящие по-русски не говорят, но я вам всем пошлю приглашение, тем не менее, это может быть по библейским темам или не по библейским темам. Но, тем не менее, я думаю, что вам будет тоже очень интересно. Один, по крайней мере, точно будет в дополнение к нашей беседе по Деяниям апостолов, когда мы придем к крещению Евнуха. Да, совершенно верно. Это очень интересная тема для всех вас будет. Но это все буду объявлять, давайте будем, так сказать, на связи. Еще раз спасибо большое. Спасибо. Благословить, оставайтесь здоровенькими и, пожалуйста, присылайте вопросы. Пожалуйста, присылайте вопросы. А я над тем, что вы меня спросили, пока что буду думать и, может быть, к следующей нашей встрече чем-нибудь разрешусь. Следующая встреча в понедельник. То есть, в понедельник, да. И, поскольку этот компьютер работает, нет, давайте попытаемся сделать все-таки в час, как всегда, к чему мы уже привыкли. Потому что, судя по всему, этот компьютер работает лучше. Так что, оставайтесь с HP, Dell, не покупайте. На правах рекламы. Спасибо. Светися, святись, и Новый Иерусалим, и Слава Богу Господне, на Тебе вы сели, куйны, не веселись и сиуни, Ты же чистая, красусь и Богородица, о восстании и Рождества Твоего. Христос, воскресе! Воистину, воскресе! Спасибо. воскресе. Спасибо. Спасибо.